Лоу тщательно перлюстрировал и задерживал всю переписку Наполеона, отказывался выдавать ему книги, присланные из Европы, поскольку они были адресованы императору Наполеону. «Я такого не знаю», — говорил Лоу. «У меня в плену генерал Бонапарт, с той же целью, как можно жестче изолировать пленника». Губернатор запретил французам общение с жителями острова, а островитянам — с французами. Лоу не гнушался даже прикарманивать деньги, которые английское правительство отпускало на содержание пленника Европы. Он, например, не выдавал Наполеону сукно, ссылаясь на то, что нет зеленого цвета, любимого императором. Наполеон вынужден был перелицовывать свои старые мундиры. Главное же, губернатор изводил Наполеона и его окружение назойливым соглядатайством мелкими, по всякому поводу, запретами и досмотрами, причем самых нужных императору людей выжил с острова. В ноябре 1816 год уехал Ласкас, секретарь императора, автор лучших записей из всей литературы о пребывании Наполеона на острове Святой Елены. А в июле 1818 год был удален Амира за то, что он, по мнению губернатора, оказался более предан Наполеону, чем Англии. После этого до приезда на остров в сентябре 1819 год Корсиканце Ф. Антамарке, присланного по просьбе Бертрана от кардинала Ш. Феша, Наполеон больше года оставался вообще без доктора, ибо английских врачей Лоу к нему не допускал. Разумеется, Наполеон энергично протестовал против каждой акции губернатора, но тот становился лишь еще более мстительным, а комиссары великих держав на острове не вмешивались в конфликт между губернатором и его пленником. Кстати, за все шесть лет жизни Наполеона в Лондвуде ни один из комиссаров ни разу не увиделся с ним, поскольку Наполеон отказывался принимать их как официальных лиц и приглашал к себе в качестве лиц частных. А комиссары хотели, чтобы все было наоборот и не иначе. Русский комиссар Бальмен, вначале показавшийся губернатору излишне лояльным к Наполеону, был нейтрализован женитьбой на дочери губернатора, после чего вел себя, как и другие комиссары проанглийский. В апреле 1818 год Бертран предложил Бальмену доставить письмо Наполеона к Александру I с какими-то сведениями, которые могли бы не только помочь Наполеону, но и сослужить службу России. Бальмен отказался. Наполеон не зря приравнивал свою ссылку на остров Святой Елены к смертному приговору. Для натуры такого масштаба, с такими возможностями и энергией жизнь под властью кретина лоу была медленным умиранием. Ему Европа была мала для размаха, а он был брошен на крошечную скалу, заблудившуюся в океане, восклицала к дживилегов. Больше всего угнетала императора вынужденная праздность. Ему недоставало всего общения. Информации и главным образом деятельности. Круг его добровольных сотоварищей по изгнанию был слишком узок, а контакты с жителями острова запрещены. Наполеон привязался было к 14-летней дочери английского морского агента на острове Бетси Белкомпи. Даже к рабу Малайсу Тоби. Но лоу в марте 1818 год удалил Белкомбов и Тоби с острова. В безысходном изгнании, на проклятой скале, как называл он свой остров, Наполеон тосковал не только о мировой славе и прекрасной Франции, но и о семье, о матери, жене, сыне, братьях и сестрах. Все они, кроме сестры Элизы, переживут его и узнают от тех, кто был с ним на острове. Как часто вспоминал он маму Летицею и римского короля, Добряка Жозефа и красавицу Полету. Как верил в добродетель Марии Луизы и даже завещал, после того, как он умрет, сердце его положить в спирт и отослать Марии Луизе. Он так и умрет, не зная, что Мария Луиза еще до Ватерлоа обязалась перед отцом. В обмен на титул великой герцогини Пармской, никогда не писать ни строчки Наполеону. А сама утешилась с придворным ширкуном графом, неопергом которому родила двоих детей. Ребенка же от Наполеона, уже всемирно известного римского короля, Орленка. Наполеона II, как называли его бонапартисты, она оставила в Вене, чтобы он воспитывался как австрийский принц. Судьба Орленка сложилась трагично. Летом 1815 год, в дни Венского конгресса, И. Михайловский Данилевский видел его в Шонбруне и рассказывал, что четырехлетний малыш часто твердил о Фонтенбло и всякий день спрашивал о своем папеньке. Через шесть лет, узнав о смерти Наполеона, Орленок горько его оплакивал. А на 22-м году жизни, именуясь уже по-австрийски герцогом рейхштадтским, надломленной борьбой его французского начала с австрийским воспитанием, умер в Шонбруне от чахотки. Надеялся ли Наполеон вернуться с проклятой скалы в Европу? Да, по крайней мере, в первые два года ссылки он прямо говорил, что рассчитывает на смену правительства в Англии, а именно на смерть болезненного принца-регента Георга Уэльского, дочь которого Шарлотта, известная своей приязнью к Наполеону, займет трон. Она призовет меня. В 1817 году эти надежды Наполеона развеялись как дым. 20-летняя принцесса Шарлотта умерла при родах, а принц-регент превозмог все недуги. С 1820 года стал королем Англии и пережил Наполеона на 9 лет. Мало того, ранней весной 1819 год Лоу получил и немедленно сообщил Наполеону радостную для первого и убийственную для второго весть. О том, что союзные монархи на Конгрессе в Ахине подтвердили свое решение не выпускать Наполеона с острова Святой Елены и одобрили условия, в которых Англия содержит его. Теперь у Наполеона не осталось вообще никаких надежд на освобождение. Главным занятием императора в течение всех шести лет его второй ссылки был литературный труд. Он написал, точнее, продиктовал своим секретарям, ласкозу и манталону, обзор собственной государственной и военной деятельности, ряд сочинений по специальным вопросам истории войн, о походах Юлии Цезаря А. Тюрена, Фридриха Великого, литературные заметки о творчестве Вергилия Рассина Вольтера. Кроме того, ласкоз и манталон, а также Бертран, Амира Маршан, антамарки оставили записи разговоров с Наполеоном и воспоминания о нем, что образует в сумме богатейший и ценнейший, как в историографическом, так и в литературном отношении. Мемориал Святой Елены То, что в этом мемориале записано со слов Наполеона, наиболее значимо по содержанию, глубине и блеску мыслей, но и более всего субъективно. Все сочиненное Наполеоном на острове Святой Елены служило одной цели – самооправданию перед историей. Он был убежден, что является более законным государем, чем любой из его легитимных врагов, поскольку ни один из них не получал право на трон в результате народного волеизъявления, как Наполеон в 1804 и 1815 гг. Поэтому решение союзных монархов, объявить его вне закона как врага человечества он считал противоправным. Собственные же решения, например, об аннексии герцогства Альденбургского или об аресте Папы Римского, он оправдывал исторической целесообразностью борьбы со Средневековьем. На ту же целесообразность он ссылался в оправдание всех своих войн, причем не любил признавать собственные ошибки, кроме двух очевидных. Вторжение в Испанию и нашествие на Россию считал оплошными. Впрочем, главной причиной своей катастрофы в России он продолжал считать русскую зиму и утверждал, что мог еще выиграть войну 1812 год, если бы не засиделся в Москве, а тотчас вышел бы из нее вслед за русской армией, догнал и разгромил бы ее. Народную войну в России 1812 год он не признавал решающим фактором. Народная война, русская или испанская, была, на его взгляд, явлением аномальным, как бы нарушением регламента правильной войны. Поэтому и во Франции 1814-1815 годов он отказался вызвать ее себе же самому во спасение. В мемориале святой Елены Наполеон оставил много колоритных характеристик современников, друзей и близких соратников и врагов. Александра I он хоть и извил за двуличие, признал самым способным из европейских правителей. Когда Бертран сказал Наполеону, что Александр сделал много для Парижа, без него англичане разграбили бы столицу Франции, а прусаки сожгли бы ее. Наполеон улыбнулся. Если бы я не был Наполеоном, то хотел бы быть Александром. О своих бесчисленных сражениях император рассказывал подробно. Причем о лейпце геи Ватерлоа, не меньше, чем оба Устерлица. Мастерски анализируя проигранные им битвы, он всегда, чуть ли не с обидой на Всевышнего и опять-таки в оправдании себе, жаловался на роковые для него стечения при входящих обстоятельств случайностей. Особенно поражался он обилию таковых при Ватерлоа. Досадуя на то, что свою последнюю битву он проиграл именно англичанам, после того, как он узнал, что Англия ссылает его на край света, он резко изменил в худшую сторону свое мнение об англичанах. А режим Гудсона Лоу добил его веру в традиционное английское великодушие. «Я жестоко наказан за высокое мнение о вашей нации», говорил он на острове Святой Елены доктору Б. Амира. Режим изгнания усугубил предсмертную болезнь Наполеона, которую современники и все последующие историки до недавних пор диагностировали как рак желудка. Сам Наполеон знал об этом диагнозе и даже подшучивал над собой. Рак – это Ватерлоа, вошедшее внутрь. Знал он и о том, что рак – болезнь, наследственная в его роду, от нее умер на 1939 году жизни отец Наполеона. Симптомы болезни участились с 1819 года в 1820 году. Они становились с каждым месяцем все мучительнее. А 3 апреля 1821 года доктор Антамарки признал состояние больного уже безнадежным. 13 апреля Наполеон продиктовал Монталону, а 15-го собственноручно переписал завещание. Большую часть своего капитала, а именно 200 миллионов франков золотом, он завещал, пополам, ветеранам своей армии и местностям Франции, пострадавшим от нашествий 1814-1815 годов. Всем служившим ему на острове он выделил крупные суммы. Монталону – 2 миллиона 100 тысяч франков, Бёртрану – 700 тысяч, Маршану – 500 тысяч, остальным по 100 тысячам каждому. О себе Наполеон сказал в завещании слова, которые потом будут выгравированы и до ныне красуются на мраморе его гробницы в Парижском дворце инвалидов. Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сена, среди французского народа, который я так любил. В ночь на 5 мая началась агония. Содрогаясь от конвульсий, Наполеон неожиданно для дежуривших возле него лиц бросился с постели и упал на пол. А когда его опять уложили, лежал до последнего вздоха неподвижно, с открытыми глазами, но уже без сознания. Последние слова умирающего записаны Манталоном и Маршаном не совсем одинаково. Франция. Арме. Авангард. Жозефина, Манталон. И Франция. Мой сын. Арме Маршан. 5 мая 1821 года. В 5 час. 49 минут вечера Наполеон умер. Но уже испустив дух, он все-таки еще раз последний изумил окружающих. Вот как воссоздал эту сцену, по рассказам очевидцев, Марк Алданов. Граф Бертран тяжело поднялся с кресла и сказал глухим шепотом. Император скончался. И вдруг, заглянув в лицо умершему, он отшатнулся, пораженный воспоминанием. Первый консул, воскликнул гоф-маршал. На подушке, сверкая мертвой красотой, лежала помолодевшая от смерти на 20 лет голова генерала Бонапарта. Смерть Наполеона на острове Святой Елены С картины художника Штейнберга Весть о смерти изгнаника на краю света с невероятной для того времени быстротой облетела. Весь мир и стала обрастать множеством легенд, и иные из которых живут и даже обретают новые доказательства сегодня. К тому времени Европа уже многое знала о тяготах ссылки Наполеона и отце Эрберском. У Сердей Г, Лоу, приезжавшие с острова Святой Елены Ласкас Г, Гургобы, а мир усиленно хлопотали перед союзными правительствами об освобождении или хотя бы о перемещении императора в другое место с другими условиями. О том же ходатайствовали в дни Афенского конгресса Священного Союза Летиция Бонапартии Папа Римский Пи-7 В самой Англии росло недовольство правительством, взявшим на себя по отношению к Наполеону роль тюремщика. Роберт Каслери дважды в 1815 и 1818 ГГ, подписавший резолюцию о пожизненном изгнании Наполеона, стал из-за этого крайне непопулярен. Его самоубийство летом 1822 год Джавахар Лалнеру объяснял главным образом переживаниями по этому поводу. Между тем союзные монархи нервничали, получая информацию за информацией о планах освобождения Наполеона его сторонниками. Так, осенью 1816 год в США жившие там маршалы, груши и генерал-шесели Февр Диноэт будто бы купили корабли с намерением атаковать британскую сторожевую эскадру острова Святой Елены, но отказались от своего плана, узнав, что Лоу имеет приказ убить Наполеона при малейшей попытке к бегству. Однако в следующем году Людовик 18 дважды получал тревожные сообщения о целых эскадрах, которые скрытно отправлялись из США к африканскому побережью с возможным заданием освободить Наполеона. В 1820-1821 годах Жозеф Бонапарт, тоже эмигрировавший в США, договорился с компанией Air Fulltone о создании подводной лодки Наутилус. Экипаж, который должен был подплыть к месту прогулок Наполеона, обезвредить стражу и выкрасть императора, но, прежде чем этот план был задействован, Наполеон умер. В числе легенд, связанных со смертью Наполеона, поныне расхожи две. Одно из них, о двойнике императора, попытался документировать английский историк Ф. Эдвардс. Он считает, что 5 мая 1821 года умер на острове Святой Еленой и в 1840 году перезахоронен в Париже французский крестьянин Франсуа Этьен Роба, солдат и слуга Наполеона, подменивший императора, на которого он походил, как брат-близнец, осенью 1818 год. А настоящий Наполеон погиб либо в океане при бегстве с острова, либо в Австрии 4 сентября 1823 года, когда он пытался проникнуть в Шонбрунский дворец к заболевшему сыну. Серьезные историки отвергают версию Эдвардса прежде всего потому, что никакой крестьянин не мог бы составить завещание с тысячей деталей и сотней имен из окружения Наполеона, которое продиктовал император 13 апреля 1821 года. Гораздо достовернее другая, не менее сенсационная версия шведского врача-токсиколога Форс Хувуда. Он собрал пряди волос Наполеона за 1816-1821 годы. Император часто дарил их на память отъезжавшим с острова и вместе с шотландским токсикологом Ге Смитом подверг их анализу путем бомбардировки ядерными частицами. Так он установил, что Наполеон был постепенно отравлен мышеком и даже вычислил методом исключения убийцу графа Шесе Т. Манталона, который, как полагает Форс Хувуд, выполнял задания бургонов, версию Форс Хувуда поддержали многие историки, включая всемирно авторитетного наполеоноведа Д. Чендлера, Англия. Но французские ученые не соглашаются с ней. Как бы то ни было, изыскания Форс Хувуда подтверждают тот непреложный факт, что Наполеон действительно умер на острове Святой Елены. Конец его жизни как бы демонически повторил ее начало, рожденное на скалах полудикого острова в сердце Европы. Он и ушел из жизни на скалах острова, но неизмеримо более дикого и дальнего. Поистине за три девять земель от родины. Кочующий деспот После вторичного изгнания Наполеона Александр I в некотором роде, как самый авторитетный государь, занял его место на континенте. Император русский Агамемнон, царь царей, восклицала очарованная им мадамш. Десталь, льстицы и свиты царя брали ноту повыше. Умиротворитель вселенной, государственный совет, сенат и сенот Российской империи поднесли Александру титул благословенного, что возвышало его не только над Грозным, Иваном IV, но и над Великими Петром I и Екатериной II. Все эти словословия отвечали формальному, действительно вселенскому возвышению имени царя, но затемняли его фактическую роль, которую в А. Ключевский позднее определит так «караульный часовой чужих престолов против народов». Именно в этой роли Александр создавал и возглавил Священный Союз. Исторический акт о рождении Священного Союза монархов Европы был подписан в Париже 26 сентября 1815 год. Царь сам написал акт, склонил к его одобрению Фридриха Вильгельма III и Франца I и больше, чем кто-либо постарался, чтобы присоединились к нему все европейские государства, в конце концов только Англия. Турция и Ватикан формально не примкнули к Союзу. Но принц-регент Англии Георг объяснил, что, хотя парламентская форма правления не позволяет ему поставить свою подпись под актом Священного Союза, он солидарен с его принципами и будет следовать им. Каковы же были принципы Союза, на словах и на деле? Монархи обязались перед Богом-спасителем, во-первых, с нежнейшим попечением убеждать своих поданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которые наставил человека в божественные спасители, и во-вторых, во всяком случае и во всяком месте подавать друг другу пособия, подкрепление и помощь, на деле, как засвидетельствуют первые же и все последующие конгрессы Священного Союза, столь туманная религиозно-мистическая фразеология прикрывала конкретную, насквозь земную цель, сообща давить во всяком месте Европы всякий случай сопротивления новым, точнее, восстановленным старым, дореволюционным режимам. Священный Союз отныне и до конца дней Александра Первого стал его главной заботой. Он прямо говорил своему статс-секретарю и, а, Каподистрия, это мое дело. Я начал и с Божьей помощью его довершу. Именно Александр созывал конгрессы Союза, предлагал вопросы к повестке дня и во многом определял их решение, что и позволило в свое время Карл Марксу и Эф, Энгельс, квалифицировать Священный Союз как всего лишь маскировку гегемонии царя над всеми правительствами Европы. Это мнение больше согласуется с фактами, чем распространенная версия о том, что подлинным главой Священного Союза кучером Европы был австрийский канцлер Метерних, а российский самодержец будто бы являл собой чисто декоративную фигуру и чуть ли не игрушку в руках Метерниха. Г. Гейна, желая подчеркнуть вполне справедливо реакционную роль Священного Союза в Европе, сказал даже так, вся Европа сделалась Святой Еленой, а Метерних ее гудсоном Метерних действительно играл выдающуюся роль в делах Священного Союза и был его, а не всей Европы кучером. Но по этой метафоре Александра надо признать седоком, который доверялся воле кучера, пока тот ехал в нужную для седока сторону, как бы то ни было. Доверие Александра к Метерниху было для всех очевидным и потому удивительным. Царь даже простил канцлеру его, вместе с Толейраном и Каслери, предательство в январе 1815 год, что же так сблизило их и привязало друг к другу. Александр создавал Священный Союз, руководясь двумя мотивами, религиозным и политическим. Поскольку он считал, что победой над Наполеоном России и вся Шестая Коалиция обязаны воле Божьей, он естественно предавал Союзу Монархов победителей религиозную оболочку, как бы в благодарность Господу. Назначение же Союза царь усматривал в том, чтобы не допустить повторения французской революции, самого страшного в мире зла, воплощением которого были для него в равной степени Робеспьер и Наполеон. Но как раз эта идея предотвращения революции был фанатично предан Метерних, чем и подкупил впечатлительного Александра. На всех Конгрессах Священного Союза главным был один и тот же вопрос, о борьбе с революционным движением народов Европы, ибо народы, освободившись от Наполеона, не хотели мириться со старорежимными монархами, которых рассадил повсеместно Венский Конгресс и теперь охранял Священный Союз. Александр I на каждом Конгрессе был не только самым авторитетным, но и самым активным участником. Он вообще после победы над Наполеоном считал главной для себя как государь внешнюю политику и потому так безоглядно погрузился в дипломатию. Может быть, заняв в Европе место Наполеона, Александр рассудил, что сможет удержаться на уровне своего предшественника только как дипломат. Во всяком случае, увольняя 1 августа 1814 года графа Н Прумянцева с поста министра иностранных дел, царь сказал ему, я не хотел дать вам преемника и сам поступил на ваше место. С того дня Александр действительно сам ведал иностранными делами своей империи, а новый нинистрок в Ниссельроде был всего лишь его секретарем. Первый конгресс Священного Союза заседал в Ахине, Вестфалия, с 30 сентября по 22 ноября 1818 года. Здесь Александр настоял на решении освободить Францию от постоя союзных войск, которые оккупировали страну больше трех лет. После Ватерлоа, благодаря ему Франция присоединялась как равноправный партнер к четырех властью, Тетрархии, России, Англии, Австрии и Пруссии, управлявших Европой, и отныне во главе Европы становилась Пентархия, Пятивластия. Такая позиция царя, на первый взгляд, странная, ведь Людовик 18 тоже был в январском заговоре 1815 год против Александра вместе с Касларием и Тернихом, объяснялось просто. Еще 26 сентября 1815 года, то есть в день подписания акта о Священном Союзе, Людовик по настоянию Александра назначил премьер-министром Франции герцога Ришелье. Этот политик, кстати, внук знаменитого маршала Франции Ришелье, внучатого племянника еще более знаменитого кардинала, долго служил в России, прославился там как одесский дюк и новороссийский генерал-губернатор, заслужил доверие Александра первого и теперь, по расчетам царя, должен был усилить позиции России в Священном Союзе. В Ахине главы Пентархии, опять-таки по инициативе Александра, договорились не изменять условий пожизненного изгнания, в которых Англия содержала Наполеона на острове Святой Елены. Как бы в признательности Англии за все, что она сделала против Наполеона, Александр перед отъездом из Ахина пожаловала Веллингтону рангфельдмаршала Российской империи. В Ахине же Александр познакомился с художником, который вскоре заслужит благодарности самого царя и всей России. Это был англичанин Джордж Доу, работавший тогда над портретом Каэн П. М. Волконского. Царь, восхищенный необыкновенным мастерством портретиста, пригласил его в Россию написать галерею портретов русских военачальников. Героев 1812 год. Доу приедет в Петербург следующей же весной и останется там на 10 лет. Фактически до конца жизни. За это время он создаст монументальную военную галерею Зимнего дворца, больше 300 портретов. Напишет отдельные портреты Александра I, пожалуй, лучший из всех изображений царя. В момент, когда Александр собирался выехать из Ахина в Брюссель по приглашению короля Нидерландов, царю доложили, что открыт заговор против него. Выяснилось, что группа бонапартистов, еще остающихся на свободе, готовится захватить Александра между Ахеном и Брюсселем, увезти во Францию и там заставить его подписать декларацию об освобождении Наполеона. Александр не испугался и не отменил свой визит в Брюссель. Он только уведомил короля, что полагается на меры, которые тот примет против заговора. Король же, да нельзя встревоженный, сопроводил вояж царя небывалыми предосторожностями. Вот как повествует об этом со слов очевидца Фэнк Шильдер. Переменные отряды конницы следовали в некотором расстоянии за коляской государя, без ведома его и не быв им замечены. Другие отряды расположены были на станциях. Нидерландские войска, в рядах коих находилось много наполеоновских солдат, были сведены с дорог и заменены швейцарскими меньше чем. Больше чем большое число жандармов было спрятано под мостами, в Орвах и в деревнях. Кроме того, жандармы, переодетые в крестьянское платье, ехали верхом, не теряя из виду государевой коляски. Верховые лошади, назначенные для императора на всякий случай, следовали поодаль. Тем временем почти все заговорщики были выловлены. К началу нового 1819 год Александр вернулся в Россию. Проездом в Штутгарте он в последний раз увиделся с любимой сестрой Екатериной Павловной. Через две недели она умрет от рожи на голове. Проболев одни сутки. Из России в 1819-1820 годах царь с тревогой следил за тем, как надвигалась на Европу туча новой революции. Вся Германия была охвачена массовыми волнениями. На гребне их 23 марта 1819 года в Мангеме студент Карл Занд заколол кинжалом агента Священного Союза. Коцебу, который был личным информатором Александра 1, этот террористический акт вызвал переполох в Пентархии Священного Союза. Зато широкие круги общества Германии и Европы признали Занда своим героем. Александр Сергеевич Пушкин воспел его в стихотворении «Кинжал», а юный праведник, избранник роковой, а Занд, после казни Занда его могила стала местом паломничества для патриотов и демократов. Еще более напряженной была обстановка во Франции, где против бурбонов поднималась почти вся нация. И здесь крайним проявлением общего недовольства стал, говоря словами Пушкина, карающий кинжал, последний судья позора и обиды, 13 февраля 1820 года в Париже от руки бонапартиста ЛФП Лувеля пал герцог Берийский, племянник Людовика 18, тот самый, за которого Александр I в 1815 году неудачно сватал Вел княжну Анну Павловну. Убийство чистокровного бурбона царь воспринял как угрозу всем существующим правительствам. Если в Германии и Франции революция только назревала, то в Испании и Италии она уже грянула. 1 января 1820 года подполковник Риева поднял восстание в испанской армии. Его поддержал народ. Восставшие заставили короля Фердинанда 7 бурбона восстановить отмененную им конституцию 1812 год вслед за Испанией поднялась Италия. В июле 1820 год революционеры Неаполя во главе с генералом Г. Пепе заставили своего короля тоже Фердинанда Ай и тоже Бурбона вести конституцию по образцу испанской торжественно на Библии присягнуть ей. Тем же летом началась революция в Португалии а весной 1821 год в Пьемонте Словом то было время когда по словам Пушкина тряслися грозно Пиреней Волкан Неаполя пылал При этом во главе революции всюду оказывались военные лидеры вроде Риева и Пепе в каждом из которых Пентархи Священного Союза боялись увидеть нового Наполеона испуганные и разгневанные они собрались на свой второй конгресс который открылся 20 октября 1820 года в Троппау Моравия и работал более полугода самым испуганным был как всегда Фридрих Вильгельм 3 а самым разгневанным Александр 1 революционный вал прокатившийся по Европе так озлобил царя что отныне и навсегда он отказался от либеральных иллюзий все эти занды и лувели Риева и Пепе рождали в его воображении призраки якобинского террора Робеспьера и Наполеона апокалипсическую угрозу гибели легитимных монархий видя как отовсюду растет эта угроза и уже подступает к самой России в Троппау царю доложит о возмущении Семеновского полка он утвердился царь даже удивил Метерних и своей воинственностью заявив по прибытии в Троппау что для борьбы с революцией нужны более энергичные чем ранние меры я теперь не тот что прежде объяснил он кучеру Европы которого прежде осаживал за чрезмерную активность не вы изменились а я вам ни в чем раскаиваться не могу сказать того же о себе именно Александр предложил а конгресс в Троппау узаконил знаменитый принцип интервенции монархи священного союза провозгласили свое право вмешательства то есть военного вторжения в любую страну где произойдет революция хотя бы правительство свергнутой революцией и не желало этого за время пока второй конгресс союза заседал в Троппау а затем в Лайбахе ныне Любляна принцип интервенции был дважды реализован австрийские войска подавили революцию сначала в Неаполе потом в Пьемонте Александр каждый раз предлагал Францу первому моя армия в распоряжении вашего величества но Франц хотя горячо благодарил обходился собственными силами конгресс в Лайбахе закрылся 12 мая 1821 года но пентархи союза разъезжаясь по своим дворам еще не знали что за неделю до этого в изгнании на краю света умер их самый страшный враг Наполеон они получат столь радостную для каждого из них весть уже порознь у себя в резиденциях расставаясь в Лайбахе союзники договорились провести очередной конгресс на следующий год чтобы окончательно урегулировать итальянские дела когда же они вновь собрались 20 октября 1822 года в Вероне Италия была уже вполне усмирена но зато тряслись и грозно Испания и Греция Александр Первый настаивал на скорейшей интервенции в Испанию силами Великой Армии Порядка как он называл войска Священного Союза кстати русскую армию он считал одной из дивизий этой армии Порядка поскольку дебаты об интервенции процедурно затянулись царь пригрозил что останется жить в Вероне хоть до седых волос пока не добьется решение когда же было решено послать против революционной Испании французские войска Александр предложил Людовику 18 как он дважды предлагал Францу первому мой меч к услугам Франции Испанская революция была подавлена французами с одобрения всех союзных держав хотя и вновь без участия русских войск но греческий вопрос впервые вызвал разлад между лидерами Священного Союза сразу поставив союз на грань кризиса все началось с того что в марте 1821 год в Греции которая почти четыре столетия изнывала под турецким игом вспыхнуло национально-освободительное восстание его возглавил сын и внук господарей Молдавии и Валахии князь Александр Ипсиланти грек по национальности щекотливость момента для России заключалась в том что Ипсиланти был генералом русской службы героем отечественной войны 1812 год и даже адъютантом Александра I в 1816 1817 годах главное же царизм издавна сам намеревался создать на Балканах греческое государство под своим протекторатом а теперь и греки со своей стороны обращались к российским властям за помощью более того российская общественность подталкивала правительство к содействию греческим повстанцам поэтому Александр I счел нужным вступиться за греков он знал о зверствах турецких башебузуков так 24 апреля в день Святой Пасхи турки повесили на воротах церкви в Константинополе 80-летнего патриарха Греции Григория и трех митрополитов Александр предъявил турецкому султану ультиматум с требованием прекратить зверское истребление греков а после надменной эскапады султана мы лучше знаем как нам обращаться с нашими поданными 29 июля 1821 года отозвал своего посла из Константинополя дело шло к войне между Россией и Турцией в этот момент Александр Первый словно одумался и дал отбой он узнал что Англия и Австрия договорились совместно выступить в защиту Турции если Россия начнет с ней войну по меркам Священного Союза греческое восстание было революционным помочь ему значило приступить основополагающие заповеди Союза своего рода 3п порядок покорность подавление непокорных между тем тогда еще продолжалась революция в Испании возникла угроза восстания в польских землях что связывало Россию с другими участниками разделов Польши Австрии и Пруссии в итоге царь приостановил свое вмешательство в греческие дела и на конгрессе в Вероне подписал совместную декларацию пентархов Священного Союза которая обязывала восставших греков вернуться под власть Турции а турок не мстить грекам и Псиланти в ответ было категорически заявлено Россия останется только зрительницей событий Султан однако при явном попустительстве со стороны Англии и Австрии игнорировал Веронскую декларацию и продолжал мстительную расправу над греками летом 1824 год Александр вновь попытался организовать коллективное воздействие держав Священного Союза на Турцию чтобы по крайней мере спасти греков от геноцида он созвал в Петербурге специальную конференцию по Греции уполномоченные союзных держав собрались кстати ни один монарх от них не приехал тогда как Александр лично участвовал в конференции но воздействовать на Турцию отказались сославшись на то что греки хоть и христиане но бунтовщики против законного хотя и мусульманского порядка тем временем турки продолжали топить греческое восстание в крови еще раз последний Александр призвал союзников применить к Турции принудительные меры в апреле 1825 год и вновь получил отказ к тому времени революционное движение в Европе было повсеместно подавлено потребность в единстве священного союза для Александра первого стала менее острой голос же его окружения и почти всего российского общества в пользу греков звучал все громче все были уверены что государь подаст руку помощи единоверцам и что двинут наши армии в Молдавию вспоминал декабрист Эн Иларер в такой обстановке царь махнул рукой на братьев монархов и решил действовать самостоятельно 6 августа 1825 года он объявил союзным правительством что в турецких делах отныне Россия будет исключительно следовать своим собственным видом и руководствоваться своими собственными интересами это решение Александра означало фактический распад священного союза невзирая на возражения и уговоры своих как еще недавно казалось неотделимых партнеров Россия форсировала подготовку к войне с Турцией и лишь скоропостижная смерть Александра отодвинула начало войны и так главной для себя сферой деятельности после победы над Наполеоном с 1815 года и до конца жизни Александр первый считал внешнюю политику а главной задачей борьбу с гидрореволюцией в этой сфере для решения такой задачи он приложил максимум усилий на пределе своих дарований и возможностей многого ли добился на первый взгляд почти всего создал священный союз монархов ставший его любимым детищем и опорой и руками союза к 1824 году задушил революционную гидру в Европе но к тому же времени между душителями гидры начались как мы видели дипломатические распри в которых распался священный союз а главное пока Александр победоносно боролся с революционным движением по всей Европе самой России созрело и предстало перед изумленным царем такое же движение декабристов возникновение революционного очага в собственном отечестве было для Александра первого тем большей неожиданностью что он и внутреннюю политику подчинял тем же триумф священного союза который и так успешно насаждал вне России правда сам он внутренними делами занимался мало заботы священного союза вынуждали его то и дело разъезжать по Европе охота к перемене мест одолевала его и на родине кто-то полагали сам Пушкин сочинил о нем едкое двустишее всю жизнь провел в дороге а умер в Таганроге по выражению современника Россия управлялась почтовой коляске точнее почти все дела по управлению Россией Александр Первый отдал в руки А. А. Аракчеева 1815-1825 годов вошли в российскую историю как время Аракчеевщины Аракчеевщина была закономерным явлением самодержавного режима для которого вообще характерна передача государственных дел на откуп фаворитам временщикам фигуры А. Д. Меншикова Э. И. Берона П. А. Шувалова К. П. Победоносова говорят об этом сами за себя Алексей Андреевич Аракчеев в их ряду личность пожалуй наиболее показательная и самая одиозная феномен Аракчеева вызывает у историков неослабевающий интерес даже в Англии написана его биография под выразительным и точным названием Аракчеев великий визирь Российской империи самым любопытным остается вопрос поставленный еще современниками в чем секрет неизменной в течение четверти века привязанности ангельски симпатичного образованного джентльменски воспитанного Александра к дьявольски безобразному почти во всех отношениях чудовищу каким был Аракчеев разобраться в этом можно лишь с учетом не только личных качеств но и особенностей возвышения Аракчеева сын тверского помещика средней руки 24-летний капитан Аракчеев осенью 1792 год появился в Гачине и буквально обворожил цесаревича Павла уникальной доведенной до автоматизма исполнительностью Павел выхлопотал для него у матери чин полковника назначил его гачинским губернатором а на следующий день после своего воцарения произвел в генералы за короткое царствование Павла Аракчеев успел стать бароном потом графом завел герб с девизом который был сочинен для него самим Павлом без листи предан говорить о каких-либо серьезных убеждениях Аракчеева просто нельзя ввиду его всеобъемлющего невежества хотя он учился в кадетском корпусе сухопутно артиллерийском извлек изучение немного и сам не без гордости говорил о себе истинно русский не ученый дворянин вместо убеждений мозг его был начинен верноподаническим энтузиазмом высочайшую волю он приравнивал к закону божьему себя как олторы царя мнил третьим после бога и помазанника божьего лицом во вселенной и всякое прикословие себе считал грехом заслуживающим кары сам он был патологически жесток гнев его выражался по-звериному он собственноручно вырывал у солдат с мясом усы одному из них откусил ухо даже внешне он всех отвращал от себя по рассказам современников походил то ли на квазимода то ли на большую обезьяну в мундире смертвенными страшно холодными и мутными глазами палача в обществе и в армии все грызли зубы на Аракчеева вспоминал Энн и Пирогов повсюду распространялись эпиграммы на временщика сочиненные с Пушкиным полон злобы полон мести без ума без чувств без чести и КФ Рылеевым надменный временщик и подлый и коварный девиз Аракчеева был общим голосом переделан без лести предан близкие к Александру первому люди вроде КН П.М. Волконского за глаза поносили временщика как выродка ехидну присмыкающуюся тварь народ прозвал Аракчеева Змеем Горынычем и слагал о нем бранные песни Тыросукин сын Ракчеев Расканали и господин всю Россию разорил К такому Расукину сыну Александр первый питал безграничное доверие уезжая из России он оставлял временщику чистые бланки со своей подписью на которых тот мог писать любые распоряжения а из дальних странствий возвратясь все учаенное Аракчеев одобрял сам Аракчеев так определил свое положение в стране государь мой друг и жаловаться на меня можно только богу все трепетали перед ним даже великие князья Николай будущий император и Михаил при появлении Аракчеева вскакивали с мест и принимали стойку смирно Александр же проявлял к своему Уолтер и поистине отече нежность кстати Аракчеев и называл его батюшкой хотя был на 9 лет старше письма царя Аракчееву полны забот о здоровье и заверении в любви береги себя ради меня побереги себя ради бога пребываю навек тебя искренно любящим и так далее царские слуги с изумлением наблюдали как помазанник божий своими руками чуть не в поклоне поправлял одежду на змее горыныч в чем же секрет столь извращенной царской признательности прежде всего в ее происхождении тот день когда павел первый соединив руки Александра и Аракчеева сказал им будьте друзьями оба они запомнили на всю жизнь как завет отца и государя смерть павла еще больше возвысила этот завет скрепила его государевой и отцовской кровью Аракчеев отныне угнездился в сердце царя как воплощенная память об его отце возвеличивая павловского любимца Александр отчасти утешал свою совесть невольного отца убийцы к тому же Аракчеев по словам А. и Герцена отличался нечеловеческой преданностью механической исправностью точностью хронометра меньше чем больше чем такие люди клад для царей наконец нельзя не признать в Аракчееве кроме того что он всю жизнь относился к Александру как ранее к Павлу со скотским благоговением пса хороших качеств он был что называется крепок житейским умом не воровал не брал взяток и даже отказывался от наград на которые были так падки другие соратники царя вот характерный пример 31 марта 1814 года по случаю капитуляции Парижа Александр I произвел фельдмаршала М. Б. Барклая до Толии Аракчеева но Змей Горыныч упросил царя отменить приказ о нем все это вместе объясняет почему Александр Первый который по его собственному признанию никому не верил считая всех людей мерзавцами доверился Аракчееву как единственному другу который его никогда ни в чем не обманет разумеется всесильный временщик полуимператор как называли Аракчеева современники был лишь исполнителем воли своего батюшки и того политического курса который определял батюшка то есть царь до 1815 года пока царизм был занят коалиционными войнами и проектами внутренних реформ Аракчеев держался смирно не сразу он дал себе волю и после победы над Наполеоном эта победа как подмечено современниками возвысило мнение русских о самих себе и о своем отечестве вся Россия славила Александра первого как освободителя и пастыря народов и ты среди толпы Россия божество восторженно приветствовал царя юный Пушкин который раньше многих разочаруется в Александре и будет развенчивать его в хлестких эпиграммах подцвистывая ему до самого гроба так скажет об этом сам поэт все ждали от своего божества в награду за патриотизм перемен в жизни к лучшему и не дождались первыми разочаровались крестьяне им с высоты трона не досталось даже слов благодарности в манифесте Александра 1 от 30 августа 1814 года который одаривал все сословия различными милостями о крестьянах было сказано буквально следующее крестьяне верный наш народ да получат мзду свое от бога крестьянский люд возвращенной под ермобарщины повсеместно роптал мы избавили отечество от тирана а нас опять тиранит господа вспоминал ли Александр первый в то время триумфа и тревоги предостережения своего воспитателя ф лагерп лагерпы ропот это первые языки пламени из которого рождается пожар революции разочарование народа передалось обществу военным заразив их настроением которое в а ключевский удачно назвал патриотической скорбью это настроение главным образом и вызвало к жизни первое в россии революционное движение декабристов зачинатели которого прямо свидетельствовали видеть русский народ первый в европе по славе и могуществу в цепях крепостничества после исторических побед 1812-1815 годов стало невыносимым передовые дворяне включая офицеров даже некоторых генералов и крупных чиновников ждали что Александр даст крестьянам волю а стране конституцию по мере того как выяснялось что царь не уступит ни того ни другого они все больше разочаровывались в нем орел пастыря народов мерк в их глазах обнажая его истинное лицо самодержца и крепостника символически выглядел пассаж свидетелями которого стали будущие декабристы в записках и д якушкина читаем как торжественно встречал Петербург летом 1814 год гвардию вернувшуюся из Парижа меньше чем больше чем показался император меньше чем больше чем на славном рыжем коне с обнаженной шпагой которую уже он готов был опустить перед императрицей Марии Федоровной НТ мы им любовались но в эту самую минуту почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой полиция приняла мужика в палки мы не верили собственным глазам и отвернулись стыдясь за любимого нами царя это было во мне первое разочарование на его счет я невольно вспомнил о кошке обращенной в красавицу которая однако не могла видеть мыши не бросившись на нее Александр Первый был хорошо информирован о положении дел и в России и в Европе как глава Священного Союза он был заинтересован в жестком обеспечении на всем континенте порядка и покорности но как российский государь понимал что страна нуждается в послаблениях не только и даже не столько гуманные соображения сколько инстинкт самосохранения побуждал его вновь и вновь возвращаться к крестьянскому вопросу чтобы умерить вражду крестьян к помещикам и таким образом избежать грозящего повторения пугачевщины собирался ли он вообще после 1815 год отменить крепостное право современные исследователи допускают что да во всяком случае говорил он об этом прямо весной 1814 год на вечере в Париже у мадамш Десталь Александр провозгласил обращаясь к революционному маркизу Лафаэту с божьей помощью крепостное право будет уничтожено еще в мое царствование с 1815 по 1819 год царь ежегодно получал записки об условиях освобождения крестьян их составляли отчасти по его заданию отчасти по собственной инициативе П. Д. Киселев Н. С. Мордвинов Н. Каразин Д. П. Извольский С. М. Кочубей Д. А. Гурьев А. Ф. Малиновский Е. Ф. Конкринен И. Тургенев и даже А. Аракчеев Все они исходили из идеи постепенности Конкрин, например предлагал растянуть процесс отмены крепостного права до 1880 года все проекты царь отложил в долгий ящик ни один из них не был допущен к официальному рассмотрению и так провозгласив свое намерение уничтожить крепостное право и собрав до десятка проектов разъясняющих как это сделать Александр все оставил как есть чем это объяснить только ли неудовольствием абсолютного большинства помещиков которая удержала царя от радикальных шагов в крестьянском вопросе когда он только начал царствовать эта причина и теперь была на лицо но к ней прибавилась другая тот самый революционный вал который прокатился в 1820 1821 годах по Европе потряс разум и волю царя и заставил его отбросить все либеральные иллюзии Александр первый успел только в 1816 1819 годах предоставить личную свободу крестьянам при Балтике сохранив однако землю у помещиков и так стеснив гражданские права крестьян что современники сравнивали их с человеком которому заковав в железо руки и ноги велели делать что хочет и идти куда хочет в условиях же революционного подъема на континенте царь реакционизировал свою и внешнюю и внутреннюю политику пресек все толки о возможном освобождении крестьян и 3 марта 1822 года издал невиданно жестокий закон о ссылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь понятие дурной поступок толковалось цинично причиняющий беспокойство помещикам Мироненко не без оснований заключает что этот закон Александра Первого отнял пальму первенства у Екатерины 2 законодательство которое считалось апогеем крепостничества такова же была после 1815 год судьба политических реформ Александра поначалу он рассуждал сам и поощрял рассуждения своих сподвижников о государственном переустройстве вплоть до введения конституции в П Кочубея в Б Куракин Н и Салтыков Д Трощинский Д Гурьев и Б Пестель сибирский генерал-губернатор отец Декабриста и вновь Аракчеев параллельно с записками по крестьянскому вопросу предлагали царю осуществите политические реформы но крайне поверхностные в рамках незыблемо самодержавного строя сам Александр шел дальше вельможных реформаторов к ограниченной конституции типа Хартии 1814 год Людовика 18 Он это продемонстрировал своей нашумевшей речью 27 марта 1818 года в Варшаве при открытии польского сейма поставив себе в заслугу дарование царству польскому актраированной данной властью монарха Конституции 1815 год Александр так сказал о ней то что я вам даровал руководствуясь правилами законно-свободных учреждений бывших непрестанно предметом моих помышлений и которых спасительное влияние надеюсь я при помощи Божией распространиться и на все страны проведением по печенью моим уверенные это заявление царя то есть фактически обещание вести конституцию в самой России вызвало общероссийскую и мировую сенсацию наши историки считают что конституция царства польского цит далее с мироненко была для Александра первого своеобразным экспериментом Польша стала как бы полигоном для проверки того насколько реален задуманный императором симбиоз конституции самодержавной властью применительно к России это верно но был в этом эксперименте и сугубо польский аспект царь стремился расположить к себе поляков и сплотить их под своей властью ради этого он назначил в 1815 году наместником Польши с титулом высочества генерала Ю заенчика который был соратником Т Костюшко и Наполеон и участником французского нашествия на Россию где кстати потерял ногу и попал в плен с той же целью Александр льстил патриотическим чувством поляков в ряде акций начиная с перезахоронения в 1814 году Ю Понятовского польский князь и маршал Франции Юзеф Понятовский тоже сражавшийся против России под знаменами Наполеона в 1812 году погиб в битве народов под Лейпцигом и был погребен на Лейпцигском кладбище Осенью 1814 год с разрешения Александра первого поляки торжественно перенесли останки своего героя через Варшаву в Краков Причем царь поручил главнокомандующему русской армии фельдмаршалу М.Б. Барклаюда то ли со всем его штабом участвовать в церемонии Более того царь разрешил полякам воздвигнуть памятник Понятовскому который был из воен знаменитым Б. Торвальдсиным и стоит поныне в Варшаве перед зданием Совета Министров Польши В 1817 году опять-таки с дозволения Александра поляки перенесли на родину прах умершего в Швейцарии Тадеуша Костюшко Вслед за своей варшавской речью Александр поручил старейшему и умнейшему из молодых друзей по негласному комитету Н.Н. Новосильцееву составить проект Российской Конституции в течение 1818-1820 годов пока царь знакомился с многочисленными записками по крестьянскому вопросу Новосильцев при помощи своего секретаря и пешар дешана и поэта декабриста без декабря по Вяземского изготовил так называемую государственную уставную грамоту Российской империи которую можно считать проектом первой Российской Конституции грамота сохраняла режим самодержавия но водила при нем законосовещательное народное представительство в виде двухпалатного парламента Государственной Думы и провозглашала гражданские свободы включая неприкосновенность личности согласимся с Мироненков в том что грамота представила собой попытку соединить самодержавие с конституционной системой и что ее выполнение превратило бы Россию в конституционную монархию однако как раз в то время когда казалось надежды россиян и на отмену крепостного права и на конституцию были близки к осуществлению Александр Первый под воздействием отчасти дворянской оппозиции а в особенности революционного прибоя 1820-1821 годов отвергнул все реформаторские проекты отныне и до конца жизни он только и делал что повсеместно насаждал реакцию в Европе собственными руками а внутри страны руками Аракчеева с 1820-го по 1825-й год россия погрузилась буквально в разгул Аракчеевщины сам царь так часто и надолго отлучался из России по европейским делам что каждый его приезд на родину воспринимался как чуть ли не визит вежливости Пушкин однажды приветствовал его стихами ура в России скачет кочующий деспот но даже находясь в России Александр мало занимался внутренними делами зато очень много путешествовал будучи в полном здравии он словно предчувствовал близкую смерть и хотел перед ней вдоволь насмотреться на страну которой правил так в 1818 году объездив почти всю Европу от Вены до Парижа он успел побывать в 24 городах России а в 1823 1825 годах ежегодно посещал до 20 российских городов только в имении Аракчеева грузина после 1815 год он побывал 11 раз подсчитано что за 10 последних лет жизни Александр проделал больше 200 тысяч верст пути кочевой образ жизни не позволял ему вникать в управление империей передоверенное Аракчееву в последние 4-5 лет своего царствования Александр принимал доклады по государственным делам только от Аракчеева мнение министров его не интересовали да и сами министры либо слабеющие умом старцы поды за 70 лет как Ас Шишков Ипи Траверся Д Агурьев либо старательное ничтожество как Несельродев Слонской Н Голицын казались ему ненужными В отличие от Наполеона который сохранял предели умных министров вроде Шесе М Толерана и Ш Фуше даже если не доверял им Александр самого умного и своих министров М М Спиранского единственного министра который был умнее самого царя устранил как только лишился доверия к нему и больше не давал министерских портфелей слишком умным чиновникам предпочитая старательных Аракчеев уже окружал царя своими клевретами именно такого типа угодниками и родителями Александр Первый и Аракчеев душили Россию с полным единодушием Царь в глобальных интересах Священного Союза Временщик в целях охраны царя и личного самосохранения Поэтому оба они так заботились об усилении тайной полиции Александр еще в 1810 году учредил впервые в России специальное министерство полиции во главе с Са Д. Балашовым Этот русский фуше так старался что министр внутренних дел П. Кочубей в 1819 году решил осадить его и написал о нем царю город Петербург Я. Г. закипел шпионами всякого рода Тут были иностранные и русские шпионы на жалование шпионы добровольные практиковалось постоянное переодевание офицеров полиции уверяют даже что сам министр прибегал к переодеванию меньше чем больше чем царь однако посчитал что одной даже столь бойкой полиции ему мало он санкционировал возникновение еще трех полиций одну из которых возглавил естественно Аракчеев другую петербургский генерал губернатор М. А. Милорадович а третья была учреждена в армии если учесть еще отдельную шпионско-сыскную агентуру начальника южных военных поселений графа А. Вито на Украине то можно заключить что Александр первый в полицейском отношении сравнялся с Наполеоном который тоже имел пять полиций карательное начало внедрялось во все сферы жизни включая просвещение где власть маскировала его христианскими заповедями осенью 1817 год Александр придумал соединить министерство просвещения с духовным ведомством в единое министерство духовных дел и народного просвещения возглавил его старый друг царя обер прокурор святейшего синода КН А. Голицын он и начал осуществлять с благословения царя и под контролем Аракчеева христианизацию народного просвещения чтобы максимально приблизить его к догмам священного союза университеты России подверглись абсурдным ревизиям вроде той которую учинил в Казани приспешник Голицына М. Л. Магницкий этот чиновный орликин помесь курицы с гиеной по определению Д. Смережковского карьерист который когда-то присасывался к Спиранскому а теперь подслужился к Голицыну был уже известен верхам своим проектом всеобщего уничтожения зловредных книг Голицын по совету Аракчеева послал Магницкого весной 1819 год ревизором в Казань пошарив в списке почетных членов местного университета Магницкий обнаружил там к вящему ужасу своему имя Абата Григуара проголосовавшего четверть века назад за казнь Людовика 16 по недосмотру университет забыл вычеркнуть это завалявшееся имя иронизировал А. Ключевский до крайности возмущенный Магницкий объявил Казанский университет рассадником вольнодумства маратизма и рабеспьерства и предложил Александру первой немало немного публично разрушить его царь возразил зачем разрушать можно исправить и поручил исправление университета Магнице кому назначив его попечителем Казанского учебного округа то что содеял порученец Александра первого Магницкий в Казанском университете летом 1821 год сегодня выглядит как анекдот но тогда вершилось серьезно и даже было вменено в исполнение другим университетом прежде всего Магницкий подверг Аракчеевской экзекуции профессора университета изгнав 11 неблагонадежных ученых и заменив их 10 благонадежными неучами а затем издал руководство которое унифицировало задачи преподавания каждой дисциплины как говорил сам попечитель на началах священного союза к примеру смысл предмета всеобщей истории сводился к тому чтобы разъяснять студентам как от одной пары все человечество развелось причем новейшая история вместилище всех смут исключалось из преподавания математики должны были высчитывать неоспоримость священных истин вроде следующий как числа без единицы быть не может так и вселенная яко множество без единого владыки существовать не может старые языческие определения и формулы магнитский заменил новыми христианскими например гипотенузу стали определять так гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и мира правосудия и любви через ходатай бога и человеков соединившего горнее с дольним небесное с земным в ежегодной и выпускной аттестации студента превыше всего включая любые успехи в науках ценилась благонамеренность завершив весь цикл своих преобразований в казанском университете магнитский распорядился поместить в его актовом зале большой портрет александра первого и под ним мемориальную доску с надписью обновителю своему обновленный университет пожалуй именно этот попечитель заложил основы той политики воспитания юношества которая осуществлялась до конца царской и все время большевистской империи и смысл которой точно уловил Евгений Евтушенко суть попечительства в России свелась в одну паучью нить топи котят пока слепые прозреют поздно их топить недаром консервативно мыслящий но истинно просвещенный Николай Михайлович Карамзин назвал Голицынское министерство просвещения министерством затмения с той же целью затмения духа россиян Александр Первый и Аракчеев буквально взназдали после 1815 и особенно с 1820 года прессу я в дни Александровых прекрасного начала когда свободно издавались в России Вольтер Эш Руссо стало казаться сном теперь запрещена была даже книга о вреде грибов только потому что грибы постная пища рекомендованная церковью и следовательно не может быть вредной иностранное живольнодумство это по выражению цензора и красовского смердящее гноище распространяющее душегубительную зловонь преследовалось наипаче всего свирепая холера изуверства как выразился и герцен магнитских и красовских стимулировала давно привитый в России национальный синдром который тоже переживет и царизм и большевизм наблюдательный астольф декюстин в 1839 году определит его таким образом лгать здесь значит охранять престол говорить правду значит потрясать основы за все попытки освободиться от этого синдрома царя его временщик корали жестоко два самых ярких примера судьбы царского флигеля адъютанта полковника т.г. фон бака и основателя харьковского университетов н. каразина того и другого царь обнимал и просил со слезами на глазах говорить ему только правду а когда они откровенно высказались в письмах к нему против аракчеевских методов его правления он засадил и бака в 1818 году и каразина в 1820 году в шлиссельбургскую крепость откуда бог вышел лишь при николае ай будучи уже на роковой точке душевного расстройства справедливости ради надо признать что александр первый даже в годы аракчеевщины не доводил политических репрессий до таких масштабов как при павле первом или при любом из последующих русских царей но по сравнению с началом собственного царствования он стал гораздо более жестким карателем причем недовольствовался инициативой аракчеева а в ряде случаев лично повелевал наказать вольнодумцев так было Александр первый знал пушкина в лицо с тех пор как поэт был представлен ему на выпуске лицеистов 1817 позднее царь и поэт встречались в домах Хэн М. Карамзина и царскосельского банкира и Вилео весной 1820 год царь разгневался на поэта он наводнил Россию возмутительными стихами и намеревался сослать его в Сибирь или на Соловки но Карамзина и граф и Абкаподистрия управлявший тогда вместе с Ков Нисель роде министерством иностранных дел уговорили царя смягчить наказание поэт был отправлен служить в Бессарабию более строго обошелся Александр первый с вице-президентом Академии художеств Лабзиным который дерзнул лично обидеть сразу и царя и его олтер-ига осенью 1822 год президент Академии А.Н. А.Ленин предложил избрать почетным академиком Аракчеева Лабзин спросил каковы заслуги временщика перед искусством президент смутившись ответил что Аракчеев близкий человек к государю тогда воскликнул Лабзин я предлагаю избрать в почетной академике кучера Илью Байкова он не только близок к государю но и сидит перед ним Александр первый узнал об этом на конгрессе священного союза в Веронии оттуда распорядился за наглое поведение отрешить Лабзина от должности и сослать его в глухой городишко Сингелей Симбирской губернии Крайнее выражение Александровско-Аракчеевской реакции 1815-1825 годов это конечно военные поселения которые Герцен назвал величайшим преступлением царствования Александра один о них говорили государство Аракчеева но придумал их сам царь идея его была двоякой фискальной и карательной дело в том что расходы на армию поглощали больше половины государственных доходов военные же поселения виделись царю как новая форма комплектования и содержания армии при которой она сама себя обеспечивала государственные крестьяне целыми уездами переводились на положение военных поселян то есть оставаясь крестьянами становились еще и солдатами и должны были сочетать службу с земледелием другая сторона царской идеи заключалась в том чтобы создать из военных поселян оторванную от крестьянства замкнутую военную касту которую более удобно было бы использовать для расправы с крестьянским движением семьи поселян жили не в деревнях а вместе с ними в черте поселений причем дети их 7 лет начинали учиться военному делу первый опыт военных поселений был затеян еще в 1810 году но борьба с наполеоном отвлекла царизма от поселенческой идеи и лишь с 1816 года военные поселения стали насаждаться как система к концу царствования Александра первого были переведены на оседлость до 375 тысяч солдат то есть почти треть всей армии пост начальника военных поселений бессменно занимала Ракчеев по сути дела военные поселения представили собой худшую форму крепостнического угнетения сочетавшую в себе две неволи и крестьянскую и солдатскую бичом поселений были жесточайшие по малейшему поводу телесные наказания палками и шпицрутинами живого человека рубили как мясо писал о том времени историк С.П. Мельгунов обычно даже самые здоровые солдаты не выдерживали больше 6 тысяч палок а назначали им в наказание и 8 и 10 тысяч в таких случаях осужденного сначала вели между двумя солдатскими шеренгами привязанного за руки к прикладам ружей затем волокли и наконец везли на тележке последние 2-4 тысячи палок били уже по мертвому телу против военных поселений выступали даже близкие к царю люди в том числе начальник главного штаба барон И.И. Дибич и самый авторитетный военачальник того времени фельдмаршал князь 7 Б. Барклай да Толли сами же военные поселяни сопротивлялись властям всеми способами вплоть до вооруженных восстаний крупнейшая из них в Г. Чугуеве Харьковской губернии летом 1819 год Аракчеев утопил в крови под его диктовку военный суд приговорил 275 повстанцев к смертной казни Александр один стоял на своем твердо военные поселения будут во что бы то ни стало хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова больше 100 километров первой линии военных поселений Аракчеев же еще подстрекал царя повелить извольте и всю Россию военным поселениям сделаем бедствовали роптали и поднимались на борьбу в то время не только военные поселяния весь народ страдал от последствий разорительных войн 1812-1814 годов которые стоили казне больше 900 миллионов рублей астрономической по тому времени суммы после французского нашествия целые губернии России были опустошены сотни деревень выжжены до основания многие города лежали в развалинах Москва почти вся сгорела в таких условиях помещики старались компенсировать свои материальные потери за счет усиленной эксплуатации крестьян а крестьяне обманутые в надеждах на волю или хотя бы на ослабление помещичьего ярма бунтовали подсчитано что за первую четверть 19 в стране вспыхнуло более 650 крестьянских волнений причем 2 дробь 3 от их числа за 1815 1825 годы пытаясь усмирить страну аракчеевскими методами царизм лишь усугублял недовольство россиян тяжесть двух последних годов царствования Александра первого превосходит все что мы когда-либо воображали о железном веке гнет действовал пропорционально его европейской славе свидетельствовал декабрист г.с. батеньков о том как упал к концу Александровского царствования так прекрасно начатого авторитет правительства и самого царя говорила распространившаяся тогда эпиграмма об Исаакиевском соборе строительство которого началось при Екатерине продолжалось при Павле и еще не кончилось при Александре авторство эпиграммы приписывали Пушкину и Ф.Н. Каразину сей храм трех царств изображение гранит кирпич и разорение В последние пять лет своего царствования Александр занятый борьбой против гидрореволюции по всей Европе с тревогой распознавал пробуждение той же гидры в самой России первый сигнал прозвучал для него как гром среди ясного неба на конгрессе Священного Союза в Тропау где он получил известие о возмущении лейб-гвардии Семеновского полка этот полк сформированный вместе с Преображенским полком в 1695 году Петром Великим был старейшей и самой привилегированной воинской частью в России шефом его с молодых лет был сам Александр которого именно Семеновцы фактически возвели на престол царь знал в полку поименно всех офицеров и даже многих солдат и вот ему доложили что полк 16 октября 1820 года взбунтовался против своего командира Аракчевца Шварца который был настоящим садистом но в глазах царя представлял собой власть и порядок Семеновцы отказались повиноваться Шварце и даже хотели его убить однако он изобретательно спрятался закопавшись в навоз происшествие можно сказать неслыханное в нашей армии написал об этом Александр Первый Аракчееву еще печальнее что оно случилось в гвардии а для меня лично еще грустнее что именно в Семеновском полку царь сам определил наказание Семеновцам 9 виновнейших прогнать 6 раз сквозь строй в тысячи человек после чего выживших отправить на каторгу а весь полк расформировать свой приказ об этом он прочел брат увел Каэн Николаю Павловичу по свидетельству которого при всем они оба плакали прошло полгода вернувшись в Россию с очередного Лайбахского конгресса Александр пережил новый еще более тяжелый удар в мае 1821 год командующий гвардией Каэн Ив Васильчиков представил ему донос библиотекаря гвардейского генерального штаба М. Грибовского о существовании заговорщических планах и личном составе тайного общества под названием Союз Благоденствия то есть уже второй после нераскрытого союза спасения организации декабристов в доносе фигурировали десятки известных царю имен один из здоровитейших штатских Н. Тургенев о котором царь говорил что он может заменить ему Спиранского и блистательный ряд военных генералы М. А. Орлов и М. А. Фанвизин полковники А. Фанвизина Н. Муравьев Граби подполковник Павел Пест или капитан Никита Муравьев тоже были названы Александр прочитав донос надолго погрузился в раздумье а потом произнес четыре слова поразившие верноподанного Васильчикова не мне их карать к тому времени когда царь узнал о заговоре декабристов он уже испытывал глубокую затянувшуюся на годы душевную депрессию Таганрог душевная драма которую Александр первый переживал в последние годы жизни привлекала внимание всех его биографов всех историков его царствования была даже предметом специальных исследований но до сих пор не нашла исчерпывающего разъяснения попытаемся разобраться в ней с учетом всей совокупности данных Н. Шильдер считал что Александр попросту обессилел и физически и духовно ибо весь запас его сил оказался потраченным на борьбу с Наполеоном думается источник душевной драмы царя был сложнее как самый авторитетный из победителей Наполеона Александр хотел бы стать или по крайней мере выглядеть перед Европой новым Наполеоном он старался унаследовать наполеоновскую славу даже в качестве полководца в 1815 году он так и сказал свитскому генералу Эл Вольце Агенум мы еще посмотрим кто Ели Шварценберг был самым крупным военачальником последних кампаний официальный историограф войн 1812 1814 годов а и Михайловский Данилевский приложил много усилий к тому чтобы изобразить Александра выдающимся полководцем способным на все от стратегического руководства операциями с циркулем в руке сам поверял таблицы переходов войск до личного участия в боях под фершим пенуазом сам послал казаков в атаку донцы понеслись с обычной храбростью вслед за ними ехал Александр однако Александр очень скоро понял что масштаб Наполеона ему не по плечу как не величали его льстицы агамемноном Европы и умиротворителем вселенной он со временем все яственнее ощущал непосильность взятой на себя роли и все более страдал от сознания этой непосильности особенно удручала царя вероломная как ему казалось реакция народов Европы на попечительство Священного Союза освободив их от Наполеона Священный Союз вернул им законных правителей а они вместо благодарной покорности восстановленному порядку начали бунтовать устраивать революцию за революцией усмирение Европы стоило Александру больших трудов но не прибавило ему славы напротив ударило по его репутации пастыря народов когда же революционная гидра обнаружилась в самой России бунт семеновцев и заговор декабристов Александр пережил крах самых дорогих для себя иллюзий дело в том что царь по рассказам близких к нему людей не допускал им мысли чтобы против него в любезном отечестве в собственной его армии были возможны заговоры то что он узнал о Союзе благоденствия уязвило его в самое сердце теперь ему пришлось допустить что и в России созревают свои Риева и Пепе покарать их как заговорщиков он не мог по двум причинам одну из них он тогда же назвал Ип Васильчикову вы знаете что я сам разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения другую причину впоследствии определит Александр Сергеевич Пушкин меньше чем больше чем государь окружен был убийцами своего отца вот причина почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками погибшими 14 декабря он услышал бы слишком жестокие истины усугубляли душевную депрессию Александра и личные утраты две из которых он переживал особенно тяжело смерть 9 января 1819 года на 31 году жизни любимой сестры Екатерины Павловны и 23 июня 1824 года 16-летней дочери Атем Ана Рыжкиной Софьи в которой он не чаял души наконец с первого дня царствования и до смертного часа мучился он угрызениями совести при мысли о своей причастности к отцу убийству ежегодно 11 марта где бы он ни был в 1814 году под стенами Парижа Александр слушал заупокойную месу в память отца причем по воспоминаниям императрицы Елизаветы Алексеевны относящимся к 1809 году боялся приближения каждой очередной годовщины впадая в мрачное отчаяние все это и определило начало по-видимому уже к 1819 году а затем неуклонное усиление душевной драмы Александра один он все больше разочаровывался в земной жизни и тяготел к потусторонней его религиозность до 1812 года не бросалась в глаза но в годину нашествия Наполеона он приохотился к ежедневному чтению Библии с двукратными по утрам и вечерам истовыми молитвами этому ритуалу он уже не изменял пребывая каждый день на коленях так долго часами что по свидетельству его врача Д. Тарасова у него наверху берца у обеих ног образовалась очень обширная амазолиния общих покровов которая оставалась до его кончины в таком приливе набожности царь стал проникаться мистическими настроениями чему как нельзя более способствовали две его привязанности баронессою Клюдинер и архимандрит Фотий Юлия Клюдинер урожденная Фитенгов внучка фельдмаршала П. Десять Миниха и жена русского посла в Берлине барона А. И. Клюдинера о вдове в 1802 году обратилась к религиозному подвижничеству и мистике якобы по наитию ангелов одержимая страстью воздействовать на великих людей баронесса попыталась было заинтересовать собой Наполеона и передала ему через вторые руки свой назидательно любовный роман Валерия Но император едва заглянув в книгу швырнул ее в камин а баронессу назвал сумасшедшей старухой тогда в 1804 году ей исполнилось 40 лет с тех пор Клюдинер возненавидела Наполеона как черного ангела апокалипсического зверя и стала искать случай для знакомства с Александром первым как белым ангелом 4 июня 1815 года в Гильброне Александр читал на сон грядущий Библию в тот момент когда он прочел слова апокалипсиса и явилось на небе великое знамение жена обличенная в солнце ему доложили что какая-то женщина с фанатичной настойчивостью просит срочно принять ее он усмотрел в этом знак всевышнего и пригласил незнакомку так состоялась первая встреча и началась многолетняя дружба царя и баронессы крюдинер увлекла Александра и пламенным обращением к нему из всех государей я славлю вас как избранника божьего и религиозным экстазом и талантом проповедницы он принял ее как подарок судьбы и стал молиться вместе с ней в Гильброне затем в Париже куда она последовала за ним а с 1821 года в Петербурге умерла она в Крыму 25 декабря 1824 года к большому огорчению царя обер прокурор синода н Голицын заметил что в компании скридинер Александр первый исполинский пошел по пути религии к метернях приглашенный однажды в их компании вспоминал нас было трое но на столе стояли четыре прибора указывая на четвертый царь объяснил он для господа нашего Иисуса Христа что касается Фотия то этот сын кладбищенского дичка в миру Петр Никитич Спаский родившийся по его словам на соломе в хлеву как и Иисус в яслях вифлеемских выдвинулся в игумены а потом в архимандриты по счастливой протекции он бравировал самоистязанием носил на себе железные вериги спал в гробу и таким образом привлек к себе внимание набожной графини А.А. Орловой Чесменской дочери Екатерининского вельможи графини взяла Фотия под свое покровительство дав повод для нашумевшей эпиграммы благочестивая жена душою богу предана а грешной плотию архимандриту Фотию благодаря ее деньгам и связям Фотий был принят в самые высокие сферы и 5 июня 1822 год получил аудиенцию царя Александр первой удовлетворенно выслушал кликушескую речь Фотия за веру царя и отечества и приблизил его к себе хотя мог был знать если еще не знал сколь дурна репутация архимандрита в обществе и какие эпиграммы ходят о нем по стране полуфанатик полуплут ему орудием духовным проклятие меч и крест и кнут глубокая душевная драма подтолкнула царя к таким мыслям какие обычно не приходят в голову самодержцам летом 1819 год его брат вел Каен Николай Павлович и жена Николая Александра Федоровна как окаменела и широко раскрыв глаза слушали признание царя меньше чем больше чем я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира правда Александр оговорился все это случится не тотчас несколько лет пройдет может быть тем не менее его решение оставить трон было объявлено пока в узком семейном кругу осенью того же 1819 год царя уведомил и вел Каен Константина Павловича я хочу обдикировать я устал замыслив отречься от престола Александр естественно думал о своем наследнике и эти думы тоже были тревожными после того как в 1800 и 1808 гг умерли в младенчестве две его дочери он не имел больше законно рожденных детей поэтому согласно акту о престолонаследии 1797 год преемником Александра считался следующий по старшинству его брат Константин Павлович который кстати уже с 1799 года носил титул цесаревича но Константин давно уже дал себе зарок не лезть на трон задушит как отца задушили весной 1820 год он оформил развод свел Каен Анной Федоровной и вступил по любви в марганатический брак с польской графиней Жанетой Грудзинской она же княгиня Лович тем самым отрезав себе путь к трону Александр убедившись что его брат всерьез предпочел нецарственную жену царскому скипетру 16 августа 1823 года составил особый манифест где в изменение акта 1797 год то есть в обход цесаревича Константина был объявлен наследником престола третий из братьев Николай этот манифест царь упрятал в Успенский собор с надписью на пакете хранить до моего востребования а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия с тех пор до самой смерти Александра первого манифест хранился в тайне даже от Николая Павловича знали о нем кроме Александра и Константина только архиепископ московский Филарета Н. Голицыный конечно Аракчеев от которого у царя вообще не было секретов отсюда и загорелся в декабрьские дни 1825 год весь сыр бор между царствия более того тайна которую царь окружил манифест и его загадочная воля хранить до моего востребования сбили с толку историков они и поныне мучаются вопросом в каком случае Александр мог востребовать манифест одни полагают что он намеревался обнародовать манифест вместе со своим отречением от престола другие усматривают здесь перестраховку со стороны царя который вполне мог допустить что либо он сам еще изменит свое решение либо думается и захочет вернуть свое право на трон взбалмошный Константин Павлович скорее всего царь оставлял для себя возможность заменить уже принятые решения любым другим в зависимости от новых вплоть до самых непредвиденных обстоятельств в последний год жизни у 47-летнего Александра Первого по мнению его авторитетнейшего биографа вел Каен Николая Михайловича начались проявления полного маразма и обнаружилось это в стремлении к уединению и в постоянных молитвах полный маразм это конечно преувеличение но уединение молитвы зловредный мистицизм по выражению того же Николая Михайловича действительно стали главными в жизни царя вновь и вновь перечитывал он слова екклезиаста подчеркнутые им в собственном экземпляре библии видел я все дела какие делаются под солнцем и вот все суета он все больше сторонился дел и даже к угрожающим доносам о заговоре декабристов не проявлял должного интереса между тем начальник военных поселений Украины граф а вид кстати сказать отец невесты вождя его агенты Шервуд и Ак Башняк с июля по октябрь 1825 год представили царю три новых доноса с подробными списками имен заговорщиков Вита и Шервуда Александр принял лично он даже спросил у Шервуда унтер-офицера из вольно определяющихся чего же эти хотят разве им так худо доносчик ответил от жиру собаки бесится нельзя сказать что царь остался равнодушным к потоку информации о заговоре он приказал уволить со службы генералов М. Ф. Орлова М. А. Фанвизина и П. 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 Полковников А. Ф. Бригинаев Н. Глинкуб 10 грабя А. Г. Непенина Л. Лично потребовал от генерала К. С. Д. Волконского Не занимайтесь управлением моей империи но к более суровым репрессиям против заговорщиков царь не прибегал усматривая в их злоумышлении когда-то им самим пережитые иллюзии Д. Мережковский так объяснял ход его мыслей он отец они дети и казнь их будет не казнь а убийство детей отца убийством начал дет убийством кончит уединяясь от дел и людей углубляясь в себя Александр вдруг может быть из христианского чувства раскаяния стал все заботливее относиться к жене которую прежде мог не замечать месяцами теперь он окружил ее нежным вниманием страдала того что она нездорова поднял на ноги всех врачей придворные эскулапы летом 1825 год определили у императрицы начало хронической чахотки и рекомендовали провести зиму в Италии или на Мальте но Елизавета Алексеевна категорически отказалась ехать за границу тогда был выбран вместо Мальты или Неаполя Таганрог по мнению врачей наименее удаленное место куда путешествие было бы не так утомительное и где по пути можно было подыскать удобные остановки для ночлегов или дневок Александр решил выехать в Таганрог раньше жены чтобы самому все подготовить на месте к ее прибытию с наибольшими удобствами 1 сентября 1825 года помолившись в Александро-Невской лавре он оставил Петербург навсегда его свита насчитывала 20 человек не считая охраны начальник главного штаба барон И.И.Дибич генерала-дьютанты К.Н.П.М. Волконский А.И.Чернышов Лейб Медики А.Вилея Д.К.Тарасов К.С.Тов Ригин и другие 13 сентября царь уже был в Таганроге царица ехала дольше с 3 до 23 сентября в Таганроге императорская чета заняла скромный одноэтажный особняк и проводила почти все время уединенно супруги радовались друг другу и ухаживали друг за другом как молодожены казалось заметил вел К.Н. Николай Михайлович Наступила пора вторичной Лун-де-Майл и все окружающие были поражены такими отношениями между супругами государственные дела не интересовали царя однажды он прямо сказал К.Н. Волконскому я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком я отслужил 25 лет а солдату в этот срок дают отставку дворец в Таганроге с фотографии 22 сентября в Таганрог примчался курьер с письмом к царю от Аракчеева Змей Горыныч вне себя от горя сообщал что дворовые люди зарезали его верного друга Настасью Минкину домоправительницу и любовницу временщика царя ответил своему Олтер Иго в тот же день искренно разделяю твою печаль меньше чем больше чем приезжай ко мне у тебя нет друга который бы тебя так любил Аракчеев однако не приехал он расследовал убийство Минкиной а потом вершил расправу с виновными убийца крепостной повар и трое его соумышленников были забиты насмерть кнутами в письме к царю от 27 октября Аракчеев изобразил себя умирающим от скорби здоровье мою батюшка плохо всякий день становится хуже меньше чем больше чем прощай мой отец верь что если буду жив то буду тебе одному принадлежать а умру так душа моя будет помнить вашего величества обо мне внимание когда Александр читал это письмо ему оставалось жить две недели Аракчеев же после этого проживет еще девять лет Александр первый всегда отличался хорошим здоровьем он любил даже щегольнуть своей невосприимчивостью к недугам так 6 января 1807 он принимал крещенский парад при 16 градусов мороза в одном мундире остуденный зимой 1812 год проехал из Петербурга в Вильно в открытых санях поэтому не сам царь ни его свиты не сочли серьезным проступное как показалось в начале недомогания которое он почувствовал 3 ноября когда возвращался в Таганрог из путешествия по южному берегу Крыма кстати там в Карасу Базаре он помолился на могиле баронеса Крюдинер однако болезнь с каждым днем усиливалась обретая тифозный вид лихорадки а царь все еще не придавая ей значения категорически отказывался от лекарств утром 14 ноября он как это зафиксировано в дневнике лейбхирурга Тарасова начал сам бриться порезал себе вследствие дрожания руки подбородок и впал в обморочное состояние его уложили в постель и с этого часа Александр уже не вставал следующие три дня не принесли больному облегчение 15 ноября он попросил духовника послали за протеереем местной соборной церкви Алексеем Федотовым царь исповедался и по совету исповедника стал принимать все лекарства но было уже поздно болезнь которую я вили и считал крымской лихорадкой а позднейшие историки определили по совокупности всех данных о ней как брюшной тиф зашла слишком далеко только раз утром 17 когда солнце залило комнату умирающего он оживился и внятно произнес как это прекрасно затем начался жар и бред весь день 18 царь судя по записи в дневнике Каэн Волконского ничего уже не говорил но узнавал ибо каждый раз как открывал глаза и видел императрицу то взяв ее руки целовал и прикладывал к сердцу Елизавета Алексеевна насколько позволяли ей силы проводила все время у постели мужа здесь же неотлучно были врачи а все свитские и придворные дежурили в приемной наступило утро 19 ноября 1825 года пасмурное и мрачное площадь перед царским особняком была запружена людскими толпами которые как и все в доме ждали чудо исцеления божьего помазанника но чудо не произошло в 10 час 50 минут утра Александр первый скончался кончина императора Александра 1 фоксимили гравюра и кулакова 1827 года неожиданная смерть в глухом месте еще не старого и полного сил царя так же как и смерть Наполеона обросла различными легендами среди них была конечно же и легенда об отравлении которая ничем не подтверждается зато целая литература накопилась и продолжает накапливаться в пользу легенды о Федоре Кузьмиче вот ее суть Александр первый не умер в Таганроге а удалился от мира сговорившись по крайней мере с тремя или четырьмя из окружавших его лиц Елизаветой Алексеевной Каен П. М. Волконским и врачами Я. Виле или Д. к Тарасовым вместо царя был похоронен другой покойник внешне похожий на него то ли фельдъегерь то ли фельдфебель сам же Александр начал вторую жизнь под видом богомольного старца отшельника Федора Кузьмича в Сибири где и умер 20 января 1864 года на 87 году жизни сторонники этой легенды считают что Федор Кузьмич живо напоминавший царя наружностью ростом возрастом глухотой на правое ухо мозолями на коленях выправкой манерами образованием знал иностранные языки осведомленностью в жизни царского двора 1801 1825 годов был никто иной как Александр первый который доисповедался перед священником в том что он причастен к убийству императора Павла первого отца своего и чтобы искупить столь тяжкий грех перед богом решил удалиться с раскаянием от власти почестей всех мирских благ в Сибирь легенда о Федоре Кузьмиче оказалась настолько живучей что даже такие авторитеты как Нтшильдер и Велл Каен Николай Михайлович а на западе к Дегрюнвальд и А Волотон не решались безоговорочно отвергнуть ее и все-таки как не романтично эта легенда сколько бы ни было в ней удивительных совпадений она остается всего лишь легендой очень уж веские доказательства смерти в Таганроге 19 ноября 1825 года имена Александра Первого паденные записи о ходе его болезни которые вели Елизавета Алексеевна Каен Волконский врачи Вилия и Тарасов свидетельства о смерти за подписями Волконского Дибича Чернышова Вилия и Стов Регина акт Патолова анатомического вскрытия за подписями десяти сановников и врачей где кстати зафиксированы следы рожистого воспаления 1824 год на левой ноге царя Ираны 1823 год от удара конским копытом на его правой ноге царя тогда легнуло в правую голень лошадь адъютанта наконец очевидцы засвидетельствовали когда гроб с телом усопшего был доставлен из Таганрога в царское село прежде чем захоронить его в соборе Петропавловской крепости он был скрыт в присутствии всей императорской семьи и мать императрица Мария Федоровна плача над ним восклицала сын мой мой дорогой Александр итак Александр первый умер в Таганроге этот факт столь же достоверен как и тот что Наполеон умер на острове Святой Елены вообще Таганрог по-своему символизировал последние годы жизни царя когда он отстранялся от дел уединялся замыкался в себе маленький пункт в конце большого пути у миротворителя вселенной связал с собой его жизнь и смерть всю жизнь провел в дороге а умер в Таганроге заключение Александр первый и Наполеон современники с 1807 по 1811 год союзники едва не породнившиеся между собой а до и после этого смертельные враги захватнически побывавшие в столицах друг друга каждый из них сначала Наполеон потом Александр хотя и по-разному сыграл роль Агамемна на Европе царя царей поэтому их биографы и все вообще исследователи их времени естественно так или иначе сравнивают двух императоров масштаб личности Александра и отечественные и зарубежные историки за редким исключением а и Михайловский Данилевский из М. Соловьев американец Эл Страховский оценивают невысоко в диапазоне от насмешливых пушкинских характеристик властитель слабый и лукавый в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого до более спокойных определений А. Ключевского человек средней величины ни выше и ниже общего уровня я Дживелегова человек едва возвышающийся над средним уровнем думается весь этот ряд оценок занижен и судить об Александре надо целой октавой выше как это сделала Зе Манфред в книге о Наполеоне среди монархов династии Романовых не считая стоявшего особняком Петра Ай Александр первый был по-видимому самым умным и умелым политиком к такому мнению склонялся сам Наполеон который хотя и говорил об Александре что во всем и всегда ему чего-то не хватает и то чего ему не хватает меняется до бесконечности все же заключал свои высказывания о нем на острове святой Елены так это несомненно самый способный из всех царствующих монархов именно сравнение с Наполеоном побуждает историков недооценивать Александра сравнение которого Александр конечно не выдерживает даже официальный биограф царя его внучатый племянник вел Каен Николай Михайлович вынужден был признать как правитель громадного государства благодаря гениальности сперва его союзника а потом врага Наполеона он навсегда займет особое положение в истории Европы начала 19 столетия получив и от мнимой дружбы и от соперничества с Наполеоном то наитие которое составляет необходимый атрибут великого монарха его облик стал как бы дополнением образа Наполеона меньше чем больше чем гениальность Наполеона отразилась как на воде на нем и придала ему то значение которого он не имел бы ни будь этого отражения автограф Александра 1 автограф Наполеона при всей полярности мнений современников и потомков об отдельных в особенности нравственных качествах Наполеона почти все они с редким единодушием признавали уникальный масштаб его личности как гений и колосса так оценивали его Г Гегель и Д Гарибальдев Дюгоя Бальзак и Гета и Д Байрона Мицкевич и Г Гейна и Л Бетховен и Н Паганини и Суворов и Денис Давыдов Александр Сергеевич Пушкин и М Ю Лермонтов город Белинский и Н Г Чернышевский Марина Цветаева и Ф и Шаляпин все они ставили Наполеона в первый ряд величайших полководцев мира как правило на первое место и вообще самых крупных фигур в истории человечества усматривая в нем наиболее характерный пример гениального человека Чернышевский и даже увлекаясь им до таких преувеличений как небывалые гении Гегель лучший отпрыск Земли Байрон квинтэссенция человечества Гета божество с головы до пят Гейны и так далее два историка из стран бывших главными врагами Наполеона англичанина П. Разбери и Нашев Тарля пришли к одинаковому заключению Наполеон до бесконечности раздвинул то что до него считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии главную историческую заслугу Наполеона один из его русских биографов Айн А. Соловьев определил так рожденный революционным хаосом он упорядочил этот хаос действительно усмирив революцию Наполеон сохранил и облег в правовые нормы ее важнейшие завоевания отмену феодальных ограничений свободу развития капиталистического производства гражданское равенство населения более того он распространял эти завоевания из Франции по всей Европе вторгаясь в чужие страны разоряя их контрибуциями Наполеон уничтожал в них и феодальную рухлядь разрушал средневековые режимы отменял дворянские и церковные привилегии освобождал крестьян от пут крепостничества водил свой гражданский кодекс в 10 лет он подвинул нас целым веком вперед сказал о нем Лермонтов опережая свое время Наполеон шел к европейской интеграции которую он сам контролировал бы достиг на этом пути недосягаемых прежде высот и споткнулся по выражению Аркадия Аверченко только тогда когда дальше идти было некуда трагедия Наполеона заключалась в том что свои передовые законы и установления он навязывал отсталым народам силой в результате он додразнил другие народы до дикого отпора и они стали отчаянно драться за своих господ а и герцен покорив Европу и облагодетельствовав ее как ему казалось своими преобразованиями он восстановил ее всю против себя хорошо сказала об этом Жермена де сталь ужасная дубина которую он один мог поднять упала наконец на его собственную голову с 1808 года когда Наполеон был вынужден бороться с многочисленными противниками одной рукой другая была занята в Испании и особенно с 1812 года когда в снегах России погибла его великая армия он был исторически обречен совершенно прав Акад Евтарля в его исторической судьбе удивительно вовсе не то что он в конце концов погиб но что он мог столько времени продержаться в том безмерном величии которое он для себя создал меньше чем больше чем словом если историческую роль Александра сыграл бы на его месте любой из многих его союзников и соратников то роль Наполеона мог сыграть только он один что же общего у Александра и Наполеона прежде всего и тот и другой деспоты оба они во главу угла любого решения ставили свою волю но даже в этой общности они были очень разными если Наполеон представлял буржуазный прогресс то Александр феодальную реакцию в Европе возглавлял священный союз как международную жандармирию а в России насаждал режим военных поселений самовластия Рокчеевых и Магнитских с другой стороны Наполеон дискредитировал свое прогрессивное начало как тиран внутри Франции и агрессор в нее Александр же маскировал свою реакционность многочисленными проектами реформ ни один из которых однако не был реализован главным образом потому что царь боялся либо феодального заговора который заставил бы его разделить судьбу отца и деда либо антифеодального взрыва с появлением в России доморощенного Робеспьера или Наполеона между тем реформы дней Александровых особенно проекты М.М. Спиранского могли бы ускорить национальное развитие России и освободить ее от крепостничества на несколько десятилетий раньше 1861 года Союз между Наполеоном и Александром не мог быть прочным поскольку его основополагающие условия то есть соучастие обеих сторон в континентальной блокаде Англии совершенно необходимое для Наполеона было абсолютно неприемлемым для Александра борьба между ними не на жизнь а на смерть оказалась неизбежной а исход ее определили народы Европы национальное достоинство которых унижал своим диктатом Наполеон восставшая против Наполеона Европа видела в Александре своего освободителя горячо поддержала его и только после крушения Наполеона могла разочарованно констатировать что попало из огня до вполыми таким образом история преподала своим героям поучительный урок даже столь могучий гений каким был Наполеон представлявший к тому же прогрессивное буржуазное начало не мог противостоять реакционному феодальному лагерю с его посредственными или даже ничтожными по сравнению с ним вождями ибо своей агрессивностью восстановил против себя чужие народы она собственный народ когда враги вторглись во Францию не захотел опереться память об Александре первом и Наполеоне на родине каждого из них и во всем мире давно стала бесстрастной чисто исследовательской собственно Александр даже во Франции никогда не возбуждал к себе враждебных эмоций очень скоро и Наполеону в России простили его нашествие 1812 год возложив вину за разрыв франко-русского союза отчасти на Александра уже в 1821 году откликаясь на смерть Наполеона Александр Сергеевич Пушкин написал о нем строки которые вполне современно звучат и сегодня на дурной где твой прах лежит народов ненависть почила и луч бессмертия горит приложение 1 семья Александра 1 родители Павел Петрович Романов Великий князь с 1796 император Павел 1 20,9 12,3 Мария Федоровна София Доротея Вюртемберская Великая княгиня с 1796 императрица 25,10 24,10 Братья Константин 27,4 15,6 Николай с 1825 года император Николай 1 25,6 18,2 Михаил 28,1 28,8 Сестры Александра 29,7 4,3 Елена 13,12 12,9 Мария 4,2 11,6 Екатерина 10,5 9,1 Ольга 11,7 15,1 Анна 7,1 17 2,865 Жена Елизавета Алексеевна Луиза Принцесса Баден Баденской 24,1 4,5 Дочери Мария 18,5 27,7 Елизавета 3,11 30,4 2 Семья Наполеона Родители Карло Бонапарти Адвокат 27,3 24,2 Летиция Рамолина Крестьянка 24,8 1,2 Братья Жозеф 7,1 28,7 Люсьен 21,3 29,6 Людовик 2,9 25,7 Жером 9,11 24,6 Сестры Элиза Бачоке 3,1 7,8 Полина Леклерк Баргези 20,10 9,6 Каролина Мюрат 25,3 18,5 Первая Жена С 1796 По 1809 Мария Жозеф Рост Ашед Ля Пажери Багарне 23,6 29,5 Вторая Жена С 1810 Мария Луиза Эрцгерцогиня Габсбургская 12,12 17,12 Сын Наполеон Франсуа Шарль Жозеф Наполеон 2 Герцог Рейхштадтский 20,3 22,7 Краткая Библиография Источники Переписка Императора Александра Первого С сестрой Увел Каэн Екатериной Павловной Санкт-Петербург 1910 Черторижские Мемуары Каэн Адама Черторижского И его Переписка С императором Александром 1 М 1912 1912 Ти Ай 2 Шуазель Буфьез Исторические Мемуары Об императоре Александре И его Дворе М 1912 Внешняя Политика России 19 Начало 20 Веком Документы Российского Министерства Иностранных Дел Серия Ай 1801 1815 Годов М 1960 1972 Т Ай 8 Стендаль Жизнь Наполеона Воспоминания О Наполеоне СОБР СОЧ МЛ 1950 Т 14 Тетисчев С Александра Ает Наполеон Ди Апресс Люр Корреспонданс Инедит 1801 1812 П 1891 Наполеон 1 Корреспонданс П 1858 1869 5 1 32 Ласк Ласк Эй Сесы Лэ Мамориал Де Синте Хеллене П 1951 1961 5 Ай 2 Калайн Каурт Эй Мэм Ай 5 Ай 3 П 1833 Сокр Рус Пер Т Ай 2 Калинкура Мемуары Поход Наполеона в Россию Вем 1943 Литература Вандаля Наполеон и Александр 1 Франко-Русский Союз во время Первой Империи Санкт-Петербург 1910 1913 Ти Ай 3 Джавилёга Фаак Александр Первый и Наполеон Исторические очерки Вем 1915 Богданович М. История царствования императора Александра Первого и России в его время Санкт-Петербург 1869 1871 Ти Ай 6 Шильдер Эн Император Александр 1 Его Жизнь и Царствование Санкт-Петербург 1897 1904 Ти 1 4 Романов Николай Михайлович Вёл Каэн Император Александр 1 Опыт Исторического Исследования Санкт-Петербург 1912 Ч Ай 2 Надлерв Император Александр Первый Идея Священного Союза Рига 1886 1892 Ти 1 5 Соловьёвс М Император Александр 1 Политика Дипломатия Санкт-Петербург 1877 Пресняков Ай Александр 1 П.B 1924 Волотона Александр 1 М 1991 Санкт-Петербург 1831 1831 1832 Ч. 1 14 Тарли Наполеон Любое издание Манфред Ай 3 Наполеон Бонапарт Любое издание Гранн Волтс Д. Александр Ай Лезармистик П. 1955 Троэтич Александр 1 Лезфинкс Дюнорд П. 1980 Ладвы К. Наполеон Бёрлен Вин 1925 Моройс Эй Наполеон П. 1964 Костелот Эй Хистовайр Де Наполеон Бонапарте П. 1969 5 1 10 Фарзац 1 Петербург В начале 19 столетия Витбиржи С акварели Петерсона Фарзац 2 Снятие статуи Наполеона С колонны На Вандомской площади В Париже В 1814 году С гравюрой ОПЦА Примечание 1 Гириев И. Император Александр I И. Наполеон Чтение в обвё истории И древности российских примоск Унте 1912 К. Н. 4 Романов Скиф Е. Наполеон И. Александр I До и после войны 1812 год М. 1912 Джавелёгов А. Александр I И. Наполеон В. 1915 2. Толстой ЛН Поле СОБР СОЧ М. 1952 Т. 48 С. 61 Все даты Событий В Европе Приводятся по новому стилю В России По старому В датах договоров России с европейскими державами указываются оба стиля Четыре Стиндалев СОБР СОЧ В. Л. 1950 Т. 14 С. 182 Пять Французские историки полагают, что самым древним из предков Наполеона был некий Франсуа Бонапарт, прибывший воячи из Тосканы в начале 15. Фамилия же Бонапарт упоминалась во Флоренции еще в 13-ти в юный Наполеон любил писать свою фамилию на итальянский лад. Бонапарти 6. Эккерманы Л. Разговоры с Гетто В. 1986 С. 389 7. Детство и юность Наполеона капитально исследовал Артур Шуке. Чак и Тэй, Ла Жунес де Наполеон. П. 1897 8. Поразительно, что в школьной тетради Наполеона по географии последняя запись гласит С. Техолин, Петит и Ле, Святая Елена, Маленький остров. 9. Смотри. Шереметьев П. Бонапарт и русские в 1789 году и о Загоровском. В. 1910 10. Есть несколько биографий Жизефины. Наиболее подробная. Костелот А. Джозефин. П. 1979 В 633 рубля. 11. С началом итальянского похода Наполеон стал подписываться Бонапарт. А не Бонапарте. 12. Император Австрии Франц Первый был одновременно императором Священной Римской империи под именем Франца II. 13. Стендаль, Собр, Соч, Т. 14. С. 236. 14. Суворов в сообщениях профессоров Николаевской академии генерального штаба. Санкт-Петербург, 1900, КН. 1, С. 20. 15. Наполеон, Визбр. Произведение. В. 1941, Т. 1, С. 60. 16. Смотри о нем. Б. Рауди, Лайф энд Корреспонданс оф Вильям Сидни Смис, 50897. 17. Элдезейш, Б. Бесьеру тоже приказано было выехать во Францию, но позднее. 18. Вандаля, возвышение Бонапарта. Санкт-Петербург, 1905, С. 11. 19. Сареля, Европа и Французская революция. Санкт-Петербург, 1906, Т. 5, С. 351. 20. Гортензия Багарне, 1783-1837, впоследствии королева Голландии. Жена Людовика Бонапарта, третьего из братьев Наполеона, и мать императора Франции Наполеона III. 21. Фактически переворот, самая дата которого стала нарицательной, 18 брюмера был только начат, а завершился 19-го. 22. Красный колпак был символом якобинцев, красные каблуки, принадлежностью туалета аристократов-раэлистов. 23. Наполеон-1, корреспонданс, Т-6, Пи, 25. 24. Именно этим путем форсировал Альпы в 218 граммах, до нашей Ары Ганнибал, который вел с собой еще боевых слонов, но зато не имел пушек. 25. Монк-Джордж, 1608-1669, английский генерал, обеспечивший в 1660 году реставрацию в Англии династии Стюартов, которая была свергнута революцией 1640-1649 годов. 26. Наполеон-1, Оу-Пи, Сид, Ти, 6, Пи, 574. 27. Манфред-3, Наполеон-Бонапарт, Третьяц, ВМ, 1980, С, 390-391. 28. Образ действий Франц. 29. Очевидцы рассказывали, что главными орудиями убийства Павла I были шарф Я, Ф, Скорятина и табакерка Н, а Зубова 30. Эту легенду изложил, по рассказам современников, декабриста, Ф. Бриген, крестник Г. Р. Державина, герой Бородина и Кульма, статье происхождения Павла I, впервые опубликованной в 1861 году А. И. Герценом. Смотри. Бригена, Э. Ф. Письма. Исторический Соч. Иркутск, 1986. С. 449-457. 31. Подробно о ней смотри. Романов Ф. Н. М. В. К. Н. Императрица Елизавета Алексеевна. Санкт-Петербург. 1909. Т. 1. 3. 32. Сын победителя при Кунерсдорфе. 1759. Знаменитого фельдмаршала П. Салтыкова. Троюродный брат кавалера при Александре Павловиче Н. И. Салтыкова, тоже вскоре ставшего фельдмаршалом, и сам И. Салтыков, будущий фельдмаршал. 33. Благодарный Павел I, вступив на престол, произвел Ф. П. Мусина Пушкина за 40 лет военной службы, не выигравшего ни одного сражения, фельдмаршалы. 34. Полный текст письма смотри. Шильдер Энг, император Александр I, его жизни и царствование. Санкт-Петербург, 1904. Т. 1. С. 128-129. 35. Федоров Фа, Александр I. Вопросы истории. 1990. Номер 1. С. 51. 36. Об этом знали лишь единицы и потому почти все удивились, за какие исключительные заслуги Павел в день своей коронации осыпал безбородка наградами, даровав ему титул светлейшего князя, чин канцлера, 30 тысяч десятин земли и 6 тысяч крепостных душ. 37. Пожалуй, главный аргумент против этой легенды – многочисленные «четыре сына и бдочерей» и вполне здоровое потомство Павла. 38. По традиции, освященные веками, русские цари, начиная с Ивана Грозного, венчались на царство в Успенском соборе Московского Кремля. 39. Бурбон Станислав Ксаверий, 1755-1824, брат казненного Людовика XVI. Был тогда графом прованским и лишь в России почитался уже как Людовик XVIII. С 1815 года он – король Франции под именем Людовика XVIII. 40. «Помни о смерти» – лад. 41. «Вим свободен» – «Довольно» – «Возблагодарим богов»! 42. Пушкина С.С.О.Б.Р.С.О.Ч. В 10-ти Т.В.М. 1981-Т. 9-ть С. 38. 43. «Гречен» – «Из записки о моей жизни» – «М.Л. 1930» – «С. 163». 44. Далее «Цит» – «Рассказ об этом самого П.А. Упалена в запись А.Ф. Лонжерона. Цареубийство 11 марта 1801 года Санкт-Петербург. 1907» – «С. 135». 45. В 1762 году был низложен и убит заговорщиками отец Павла император Пётр III. 46. «Довольно ребячица, вступайте царствовать!» Франц. 47. «Опального Н.П. Панина не было тогда в столице». 48. «Бигнон 50». «Хистовайр Д. Франца Д.П.юсле 18 Брамовэр» – «Пи. 1829». «Ти. 1.Пи. 118». 49. «Садиков П.А. Французский агент о русском правительстве в 1802-1803 годах». «Красный архив». «1927. Т. 1.С. 232-237». «Министра просвещения П.Ф. Завадовского лесепса отнес к тем сотрудникам Александра I, которые даже не заслуживают чести быть названными». «Сказано зло, но справедливо, ведь, по словам П.А. Строганова, Завадовский как министр шесть дней в неделю ничего не делал, а седьмой отдыхал». 50. Подробно смотри. «Минаеван» – «Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале 19. Саратов 1982. Г.Л. 1». 51. «Цит. П. Манфрота. З. Наполеон Бонапарт. Третьяц. В.М. 1980. С. 430». «Подробно о деле герцога Энгиенского смотри. Шуман М. Уэй Тулыя Дагдиенгайн. П. 1984. Борисов Ю. Шоссе М. Толеран. В.М. 1986. Г.Л. 15». 53. «Тетисчев С. Александра Аетна Паулиан Диапресс-Люркорреспонданс инэдите. 1801-1812. П. 1891. П. 79». 54. «Мемуары госпожи де Ремюза. 1802-1808. В.М. 1912. Т. 1. С. 223». 55. «Внешняя политика России 19-ти. Начало 20-м веком. Документы Российского Министерства. Иностранных дел. Серии 1, 1801-1815. Далее ВПР. Т. 2. Документы номер 3, 12-14, 15-30, 118-119, 122-125-130». 56. «Гай РФ. Ф. 679. В.О. П. 1. Д. 105. В.Л. 69». 57. «Напоулиан Бонапарте. Аюврес Литтеравайрс Этекридс Милитавайрс. П. 1968. 5. 3. П. 259». 58. «Так восклицал в девяти граммах нашей эры римский император Август, после того, как германцы уничтожили в Тевтобурском лесу три его легиона во главе с Квинтилием Варом, а сам Вар покончил с собой. 59. «Они соответствовали корпусам, которые будут введены в русской армии, по примеру французской, лишь в 1810 году». 60. «Подробно о битве при Аустерлице смотри. Леер Ге. А война 1805 год. Аустерлице. Кая операция. Санкт-Петербург. 1888. Слово Кэй. Дай Щалчбэй Астерлиц. Бранн. 1898. Тиры Джей Алмтрофелга Астерлиц. П. 1962». 61. «Траме Джей. Кармигняне Джей. Наполеон Этлара Сайпи. 1980. Т. 1. П. 123. 62. «Кутузов. С. Б. Документов. В. М. 1951. Т. 2. С. 259. 63. Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время. Санкт-Петербург. 1869. Т. 2. С. 105. 64. «Наполеон 1. Корреспонданс. Т. 13. П. 170. 171». 65. «Текст декрета смотри. Наполеон 1. О. П. Сид. Т. 13. П. 682. 685. 66. Шильдер Х. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Санкт-Петербург. 1905. Т. 2. С. 165. 67. Подробно о ней смотри. «Бранде Сэм. Мария Валевская. Исторические повести. В. М. 1975. С. Адаланд С. Х. М. И. Валюска. Наполеон Эс. Грейт Лав. 50. 1979. 68. «Вандалия. Наполеон и Александр I. Санкт-Петербург. 1910. Т. 1. С. 83. 69. «Половинчатое решение. Ид». 70. «Наполеон 1. О. П. Сид. Т. 15. П. Р. 479». 71. «Смотри. Русская старина. 1899. Номер 4. С. 424». 72. «Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале 19». «Русская старина. 1901. Номер 9. С. 459. 460». 73. «Декабрист Н. Басаргин на всю жизнь запомнил выход Александра I в приемную к генералам и офицерам 7-го корпуса. «Нас было тут человек 60. Он так поклонился всем. Что каждому показалось. Что этот приветливый поклон особенно относится к нему. 74». «Переписка императора Александра I с сестрой вел. К. Н. Екатериной Павловной. Санкт-Петербург. 1910. С. 46-47». 75. «Шведский посол Б. Стединг писал об Александре в 1806 году. Если его трудно в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая его осенила». 76. «Мэттеничс Мемоверс. П. Р. 1880. Т. 1. П. Р. 316». 77. «Смотри. Ужасы крепостного права в царствовании Александра Благословенного. Русский архив. 1907. Номер 9». 78. «Сперанский М. М. Проекты и записки. В. М. Л. 1961. С. 43». 79. «В. Галле. Ф. 1339. В. О. П. 1. Д. 144. В. Л. 1». 80. «Его внимание. Писал об Александре I. Ф. И. Шаляпин. Было слишком поглощено театром военных действий, на котором выступал величайший из актеров своего времени Наполеон». 81. 81. «Так назвал спиранского декабриста Н. Муравьев». 82. «Только в марте 1814 год Наполеон отпустил папу в Рим». 83. «Ли в марте 1814 год Наполеон отпустил Фердинанда в Испанию. Карл 4. Мари и Луиза ягодой на родину не вернулись». 84. Жена Алифевра Катрин стала героиней всемирно известной комедии Викториена Сарду Мадам Сан-Жон 85 Смотри интересную статью академика А.Н. Крылова Наполеон I в его отношении к науке Крылов А.Н. Мои воспоминания В.В.Л. 1984 86 О каждом из 26 маршалов Наполеона смотри Дикшенавайер аналитикве Статистикве от Компер Десвен Сикс Марычок с Дю Премьером Пайр Комп Джей Джаурквин П.1986 87 Подробно о нем смотри Вилет 50 Ле Марычал Ланнес Унди Артагнан Суэл Эмпвайра П.1979 254 Пи Дама Мэй Джей Си Ланнес Марычал Ди Эмпайр П.1987 361 Пи Теперь в Париже На площади обсерватории, где французы казнили своего храбрейшего из храбрых Стоит памятник ему Существует, однако, версия о том, что М. Ней в 1815 году Спаси уехал в США, где прожил до 1846 года под именем Питера Стюарта Нейя, школьного учителя Аргумент из-за и против этой версии смотри На танцонное, а был ли казнен Маршал Ней Вопросы истории 1968 Номер 7 90 Есть десятки биографий Мюрата на разных языках мира Из новейших смотри Филард Джей Мюрату Ай Эвэйл Дэс Найшенс П.1983 91 Жозеф был женат на Жули Клари, сестра которой Дезире, помолвленная в 1795 году С Наполеоном, в 1798 году стала женой Бернадота 92 Дже Ло Вайрё Слава Пау Вавайр, власть, Франц 93 В 1804-1813 годах, с Ираном, в 1805-1806-1807-1812, 1813 и 1814, с Францией 1806-1812, с Турцией 1807-1812, с Англией 1808-1809, со Швецией 1809 году, с Австрией 94 Взаимное признание прав воюющих сторон на занятой ими территории ЛАД 95 Всего Наполеон и Александр написали друг другу 123 письма 67, Наполеон, 56, Александр 96 В этот же день, спустя 14 лет, умрёт и сам Наполеон 97 Смотри Тимощук, брачные проекты вёл, Каэн, Екатерины Павловны и Анны Павловны Русская старина, 1911 Номер 3 98 Текст их смотри Беседа и частная переписка между императором Александром Первым и Каэн А. Черторыйским В.М. 1912 С. 147-154 99 Т. Т. Ч. Ф. С. Александра и Этна Паулен Диапресс-Люркорреспонданс инэдита П. 1891 П. 551 100 Вандалей, Наполеон и Александр 1, Санкт-Петербург, 1913 Т. 3 С. 319 Подробно о деле А. И. Чернышёва, М. Мишелес-Матрис, 315 322-382-398 101 Этот факт, который советские историки старательно утаивали, документально засвидетельствован еще в 1904 году Отечественная война 1812 год Материалы военно-ученого архива Далее ВОА Санкт-Петербург, 1904 Т. 5 С. 268 270, 302, 304, 313, 315 102 Позднее разновременно, вплоть до ноября, к ним присоединились еще 199 075 человек Всего, таким образом, Наполеон бросил против России 647 158 человек Шимрай-Джи, Хистовайр-Дэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ВЭЛ 3, 6, 13, 16, АП. 104. ВОА Т, 13, С, 160, 163, Т, 17, С, 61, 65, 352, 353. 105. ВГИА, ЭФ, ВОА Д, 3520. ВЭЛ, 295. 106. Распространенные в трудах наших историков, П.А. Жилина, Н.Ф. Гарничи, Л.Г. Бескровного и другие. Домыслы о том, что Наполеон планировал захватить и поработить Россию, превратить ее народы в своих рабов, нельзя принимать всерьез. 107. Тучков Павел Алексеевич, четвертый из пяти родных братьев, генералов 1812 год, из которых Николай и Александр пали при Бородине. Павел был взят в плен при Лубино. Сергей больше десяти лет без вина страдал под следствием и только Алексей, дед Энн, от Учковой Огаревой, прожил относительно спокойную жизнь. 108. Цитируются письма П. И. Багратиона 1812 год к Александру I и К. А. Аракчееву. 109. М. И. Кутузов, С. Б. Документов. В. М. 1954, Т. 4. Ч. 1. С. 90. 97. 106. 119. Подробно смотри. Троицкий ЕН. А. 1812. Великий год России. В. М. 1988. С. 141-142. 111. Подробно смотри. Троицкий Н.А. Указ, С.О.Ч. С.190-193. 112. С.С.И.М.О.Н.А. Избр, С.О.Ч. М.Л.1948. Т.1. С.125. 113. Вчерась, писал Кутузов жене 28 октября 1812 года, нашли в лесу двух французов, которые жарят и едят третьего своего товарища. 114. Смотри, М.И.Кутузов. С.Б. Документов. Т.4. Ч. 1. С. 463-470. Итак, в те дни, когда Наполеон занимал Москву, Александр уже планировал истребление его армии. Этот факт, который советские историки всегда недооценивали, либо вовсе замалчивали. Делает честь царю. 115. Французские историки считают, что силы сторон были равны примерно по 90 тысячам человек. 116. Подробно о ней смотри. Фредерихр. Битва народов под Лейпцигом. В.М. 1912. Левицкий Н.А. Лейпцигская операция 1813 год. М. 1934. 117. Это была последняя атака Мюрата под командованием Наполеона. После Лейпцига Мюрат уехал к себе в Неаполе и перешел на сторону союзников. Больше они с Наполеоном уже не виделись. 118. 119. Смотри. В.П.Р. Т. 7.С. 639-642. 119. М. И. Богданович привел эти слова в своей истории войны 1814 год с примечанием. Слышано от Ермолова. 120. Наполеон 1. Корреспонданс. Т. 27. П. 215. 121. Би. 1830 год. Статуя Наполеона была возвращена наверх вандомской колонны. Парижская коммуна в 1871 году не извергла вообще всю колонну. В 1875 году колонна с Наполеоном была восстановлена. 122. Ныне этот особняк занимает посольство США во Франции. 123. Этот разговор со слов А. Калинкура изложен у А. Тьоров над Лерой М. и Богдановича. 124. Наполеон редко писал сам. Во-первых, потому, что имел безобразный почерк, и, во-вторых, мыслил так быстро, что не успевал записывать за собой. 125. Текст его впервые опубликован на русском языке в Каэн. Дюма, Генрих 4. Наполеон. В. М. 1992. С. 337-351. 126. Алданов М. А. Заговор. Святая Елена, Маленький остров. В. М. С. 397. Подробно смотри. Натансон Э. Л. Факты и легенды о последних днях Наполеона. Вопросы истории. 1966. Номер 10. 128. Смотри. Фаршават С. В. М. Фрдаде. Наполеон. Стокхольм. 1961. Вейдар Б. Хэдждэ. Кто убил Наполеона. В. М. 1991. 129. Подробно об этом смотри. Шильдер Энг. Император Александр 1. Его жизни и царствование. Санкт-Петербург. 1904. Т. 4. С. 124-463. Ноутис Хисторик Васюрле Комплот Форме Контор Эл Эмперюр Александр. П. 1819. 130. Енкин Сэм Аракчиф. Грэнт Визайров Зе Рашин Эмпайр. 50969. 312 п. 131. Смотри лучше из трудов на эту тему. Кизи Ветер А. А. Исторические очерки. В. М. 1912. С. 287-402. Очерк. Император Александр 1. Яракчаев. 132. Богданович М. И. История царствования императора Александра I и России в его время. Санкт-Петербург. 1871. Т. 6. Прил. С. 124. 133. Смотри о нем исторический роман Яунокросса «Императорский безумец». М. 1991. 134. Шпицрутин. Гибкий лозовый пруд длиной в двух метрах. 135. Богданович М. И. Указ. С. Т. 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 С. 516. 136. Смотри. Ферсов Н. Н. Император Александр I и его душевная драма. Санкт-Петербург. 1910. Полеолог М. Александр I. Унзар Энигматиква. П. 1937. 137. Эпиграммы на Фоте и Орлову Чесменскую приписываются А. Пушкину. 138. Императрица Александра Федоровна в своих воспоминаниях. Русская старина. 1896. Номер 10. С. 53. 139. От Франц. Абдиквер. Отрекаться от престола. 140. Подлинник манифеста СМА-3. Гай РФ. Ф. 679. В. 1. Д. 68. 141. Медовый месяц. Франц. 142. Толстой Л. Н. Посмертные записки старца Федора Кузьмича. Полн. СОБР. СОЧ. В. 1936. Т. 36. Борятинский Ф. Царственный мистик. Император Александр I. Федор Кузьмич. В. 1912. Л. 1990. Любимый файл. Тайна старца Федора Кузьмича. Вопросы истории. 1966. Номер 1. Против легенды смотри. Василия Г. Император Александр I. И старец Федор Кузьмич. В. 1911. М. 1991. Кудряшовков Александр I. Тайна Федора Кузьмича. В. 1923. М. 1991. Кунтиков Ф. И. Н. Денисев. И легенда и документы о смерти Александра I. Советские архивы. 1966. Номер 3. В. 143. Правда. Елизавета Алексеевна прекратила свои записи 11 ноября. Борятинский усмотрел в этом подозрительную невозможность. Но, вероятно, императрица, сама безнадежно больная. При виде смертельной болезни мужа в какой-то момент просто не нашла в себе сил продолжать записи. Она пережила Александра ненадолго. Скончалась на обратном пути из Таганрога в Петербург 4 мая 1826 года. 144. Названы только законно рожденные дети. 145. Названы только законно рожденные дети.